Спасибо. Вот Сергей Годин, он даже тут по-английски аббревиатуру написал МЭК. Это, видимо, означает Magnetic Energy Conversion. Это передовая технология для будущего. Автор, один из авторов, там два автора, выступает Годин Сергей Михайлович. Я несколько слов хочу отступить, но очень коротких сказать. Во-первых, забавно вот что, выступающий у нас находится в Шэньчжэне, это юг Китая. Это даже, наверное, дальше, чем восточнее, чем Евгений Егоров. Так, наверное, еще восточнее. Ну, примерно там одинаково, может быть. А самый западный у нас – это вот человек, который в Лос-Анджелесе находится. Хотя я допускаю, что у нас еще есть восточные люди. Вот я точно не знаю, есть еще люди иногда у нас из Гонололу, которые к нам подсоединяются. Может быть, это еще восточнее, чем даже вот Шэньчжэль. Я по существу хотел вот что сказать, что название отображает тот факт, что наш сегодняшний докладчик – грамотный человек, потому что Сергей Михайлович Годин, он, безусловно, грамотный человек, но и название это подтверждает. Потому что он говорит о преобразовании энергии. Вот это очень важный термин, потому что в силу той физики, которой мы занимаемся и которой, я думаю, мы в основном придерживаемся, несмотря на многие разногласия, мы все-таки верим в закон сохранения энергии. Поэтому энергию можно только преобразовывать. Ее нельзя родить и нельзя уничтожить. Вот это отражено в названии. И это очень важно. И еще одну вещь хотел сказать. Дело в том, что вот наш сегодняшний автор, он докладчик, он один из немногих, кто серьезным образом пострадал в результате того, что он занимается нетрадиционной физикой. Я имею в виду Сергея Михайловича Година. И пострадал он именно из-за вот этой работы, о которой сегодня будет рассказывать. Это было там где-то, наверное, уже 30, может быть, даже больше лет назад, когда были первые какие-то эксперименты он делал на эту тему. И сейчас вот он их продолжает. И вот именно благодаря тому, что он в свое время, занимаясь этой частью своей работы, пострадал, вот он имеет чрезвычайную, ну я бы сказал так, очень огромную славу в мировом сообществе людей, занимающихся нетрадиционной физикой. Именно благодаря вот этой работе. И мы сегодня с удовольствием послушаем и то, что было сделано когда-то. Потому что в интернете читать, там перечитывать вторичное, все переделанное, переворанное. Сегодня из первоисточника послушаем. Ну и новые результаты, они тоже интересные. Я закончил. Сергей Михайлович, пожалуйста, вам слово. Включайте свою презентацию. Звука просто у меня не было, сейчас появился. Хорошо, спасибо. Ну, как говорила моя бабушка, что Господь не делает, все к лучшему. Поэтому, что меня уволили из Иртана, оно к лучшему. Сергей, ну вот мы твою презентацию не видим. А сейчас, 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 не все так быстро. Надо же кнопочки нажать. Вот сейчас видим, все здорово, да. Смотрите, кнопочки. Так. Все видно, да? Все видно, Сергей, да, все видно, здорово. А на полный экран или нет? Я что-то не могу понять. Нет, нет, она не на полный экран, но достаточно хорошо видно. Листает. Я бы хотел вот так, на полный. Сейчас на полный, да. Сейчас на полный, да. Ну, я в своей презентации хотел бы напомнить то, что было, и дополнить новыми последними экспериментами, которые были сделаны здесь, в Шенчжине. К сожалению, финансовое положение нашей компании, в которой я работаю здесь, ну, не позволяет сделать то, что я хочу, а вот как бы то, что возможно. Сделали то, что возможно. Я хотел большую машину, да, ну, сделали маленькую, там, 40 сантиметров. Я хотел по-другому сделать магнитную систему, ну, китайцы сделали, они знают, как лучше, да, они сделали вот по-своему. Ну, ладно, я вам сейчас по дороге расскажу. Значит, начнем с самого начала. Ну, вот что такое МЭК? Это Magnetic Energy Converter. Это как бы изначально мы дали такое название, поэтому я буду придерживаться такого названия. Это некое энергогенерирующее устройство, которое может производить механическую энергию в первую очередь. И эту механическую энергию можно будет преобразовать в электричество, потому что она выделяется на валу устройства. И, кроме того, было замечено, что это устройство обладало эффектом изменения веса в зависимости от направления вращения ротора. Вот. Предположительно, конвертер взаимодействует с практически неограниченным источником энергии, известным как темной энергии или энергии нулевой точки, и может преобразовывать ее в механическую, либо электромагнитную форму, пригодную для обычного использования. Интересным эффектом при работе конвертера явилось снижение температуры воздуха вокруг работающего устройства с образованием тепловых и магнитных цилиндрических стен, а также изменение веса устройства при работе с нагрузкой. Это важно подчеркнуть. Именно когда нагрузка отводится от устройства, то есть активная нагрузка подсоединяется к генератору, она влияет на изменение веса. Чем больше нагрузка, тем больше меняется вес устройства. Вот концентрально макет, построенный, был похож на роликовый подшипник с неподвижным центральным цилиндрическим магнитом из серии вращающихся магнитных роликов по периметру. Для его работы требовался только разгонный двигатель. Машина разгонялась где-то до 300-400 оборотов ротора, и дальше машина становилась энергетически независимой. ротор начинал саморазгоняться, и его приходилось тормозить путем подсоединения все увеличивающейся нагрузки к генератору. На максимальной нагрузке, примерно 6 кВт, он терял вес примерно 35% от общего веса платформы. Если сравнить с весом магнитной системы, то фактически это вес роликов. Где-то 120-130 кг ролики весили. Фактически ролики при работе машины становились невесомыми, можно сказать. Вокруг машины температура понижалась примерно на 6-8 градусов. Но я попозже расскажу подробнее. Почему я назвал этот метод прогрессивным? Потому что это как бы новый метод производства энергии и одновременно создания тяги. Плюс инновационная технология охлаждения. То есть вам не нужен хладоагент, как в обычных холодильниках. И вам не нужен прямой контакт с объектом, который вы желаете охладить. То есть фактически, если есть у вас контейнер с рыбой, вы можете охладить эту рыбу прямо через стенку. Потом там получался некий такой синергетический эффект. Если ниже температура, чем ниже температура, тем больше выходная мощность. Больше выходной электроэнергии. И получается так, что вот вы понижаете температуру вокруг или где-то в заданном объекте, вы получаете электричество. Если это электричество направить на производство, скажем, зеленого водорода путем электролиза воды, то за счет охлаждения вы можете получить тут же на месте сжиженный газ, жидкий водород. Ну и, как обычно говорят, данная технология является дружественной к окружающей среде. Поэтому, я думаю, она получит в ближайшее время самое наилучшее развитие. Что сказать? Нами был получен патент российский, был получен потом американский патент, были выступления на международных конференциях в Америке и в Швейцарии. И в журнале тоже, в академическом журнале, письма в ЖТФ, была опубликована коротенькая статья, собственно, за которую меня и поперли из института. Если говорить о документах, опубликованных в интернете, то самое полное и достоверное описание можно найти по этому адресу. Все остальное – это некие выдумки, перепечатки чего-то откуда-то, какие-то черновики, неизвестно как попавшие в сеть. Если говорить об истории вопроса, то изначально про вариант генератора Джона Сёрла мы прочитали в немецком журнале «Raum Insight». Это такой журнал типа «Российская техника молодежи». В этом журнале была опубликована достаточно сложная технология на магничивание магнитов с высокочастотным подмагничиванием, с сложным композиционным составом магнитов. В общем, нам это показалось сложным, но сама идея показалась очень интересной. Почему? Потому что в то время я интересовался, как же работает торнадо. И вот мне эта конструкция показалась очень похожей на торнадо. То есть образуются некие вихри, которые крутятся, питаются за счет тепла окружающей среды и, в общем-то, производят какую-то дополнительную энергию механическую, поднимая предметы в воздух, перемещая их и так далее. В общем, рассмотрев эти материалы в «Raum Insight», мы решили сделать геометрически примерно такую же конструкцию, но взять уже готовые магниты. Были использованы кобальцамаревые магниты, произведенные здесь, в Москве, на предприятии спецмагнитов. Вот на этом рисунке представлена примерно схематическая конструкция этой машины. Значит, есть первый центральный магнит цилиндрический, он был склеен из отдельных кусочков. И есть вокруг него располагалось 23 ролика. Вся эта конструкция имела диаметр примерно 1 метр и имела разгонный двигатель. И тут же был генератор, насаженный, в принципе, на ту же шестеренку. Машина разгонялась разгонным двигателем. Разгонный двигатель был снабжен обгонной муфтой, когда после достижения определенных оборотов, в принципе, эта муфта отсоединялась и включался в работу обычный генератор. Платформа была установлена на пружинах и перемещение этой платформы фиксировалось просто обычным индукционным датчиком перемещения, который калибровался в статическом режиме. Платформа нагружалась обычным весом, смотрелся этот отклик этого датчика. Таким образом, удалось определить, на сколько процентов меняется вес машины при ее работе. Дополнительно были сделаны некие такие магнитопроводы с катушками, к которым подсоединялась дополнительная нагрузка, лампочки. Но они практического значения, как оказалось, не имели. Хотя они были описаны в журнале Raum Insight, но для съема энергии и для работы машины они роли никакой не играли, и потом впоследствии мы от них полностью отказались. Дальше, значит, здесь рассмотрен просто вариант однорядного конвертера, который мы использовали. Он сделан из нескольких слоев магнитов. Ролики были набраны тоже из дисковых магнитов, и снабжены они были некими такими магнитными вставками. На правом рисунке они изображены. На ролике и на центральном магните были отдельно вклеены магнитики с иным направлением магнитного поля. Таким образом, эти ролики входили в магнитное зацепление. То есть получалась магнитная шестеренка. Ролики были жестко привязаны к центральному магниту. Когда ролики на специальном устройстве двигались вокруг центрального магнита, то они начинали вращаться. Именно за счет магнитного зацепления. Вот здесь практически как мы это делали. Изготавливалась такая специальная конструкция из стальных дисков с большим количеством болтов, потому что сила отталкивания этих магнитов была ужасная. И каждый магнит приходилось придавливать вот такими стальными болтами, пока клей не засохнет. Справа изображен ролик. На нем видно две полосы, снабженные вот этими магнитными вставочками. Видно, что ролик собран из дисков. Вес ролик примерно 5 килограмм. И ролик здесь не показан, но ролик был снабжен подшипниками. Сначала мы использовали подшипники из нержавеющей стали, произведенные на Самарском заводе, самые лучшие на то время. Но потом, как оказалось, в них наводятся значительные вихревые токи, и поэтому подшипники эти были заменены на японские керамические, которые выполнены из керамики. В них никаких токов не наводилось, и они не требовали смазки. А вот картина магнитных и тепловых стен, которые образовывались вокруг машины. Здесь схематически изображена машина, и на расстоянии 15 метров по радиусу от этой машины образовывались магнитные стены. Что интересно, напряженность магнитного поля во всех стенках была примерно одинаковой и равна 50 миллитесла. Это замерялось магнитометром российского производства F4354, основанного на использовании датчика Холла. Датчик Холла был маленького размера, примерно миллиметр на миллиметр. И когда мы с помощью этого датчика измеряли напряженность магнитного поля в стенках, то было очень удивительно, стенки имели очень острые края. Смещения в один миллиметр было достаточно, чтобы датчик показывал 50 миллитесла, и тут же он показывал ноль. Такая же картина наблюдалась и с термометрами. Для измерения температуры использовалось несколько видов термометов, потому что очень подозрительно все это выглядело. Не похоже, что это была чисто теплота, потому что если воздух нагрет, у нее есть какая-то теплота, должна быть диффузия. Здесь, похоже, диффузии не было. Была очень острая граница. Внутри этой границы, внутри этой стенки температура падала на 6-7 градусов. Только выходишь наружу, и сразу температура восстанавливалась до обычной комнатной. Такие результаты показывали все три термометра, которые мы использовали. Использовался ртутный термометр, использовался спиртовой термометр и использовался электронный термометр. Они показывали одинаковый результат, что это температура. Но какая-то она все-таки странная была, скажем. Есть еще особенность этих магнитных стенок. Начиная от радиуса, расстояние между стенками постепенно увеличилось. Если первые стенки имели между собой расстояние, примерно равное радиусу ротора магнитной машины, то последние стенки были не полметра. Было не полметра расстояние между ними, а где-то уже 0,7, может быть, даже 0,8. И после 15 метров они резко исчезали. Что было наверху? Насколько высоко эти стенки простирались в высоту, я сказать не могу. Могу только сказать, что на втором этаже помещения они тоже просматривались. То есть 5 метров как бы они были, а что-то выше 5 метров я сказать не могу. Ну, может быть, они простирались, может быть, они замыкались. У меня такое есть предположение, что они все-таки замыкались, но они замыкались гораздо выше. То есть эти стенки, они как бы были замкнуты, как примерно силовые линии магнитного поля. Есть у нас источник, вот это вот как бы некие силовые трубки, по которым текла энергия. Давайте дальше. А, вот это вот график, как зависело падение температуры в магнитных стенках от скорости вращения ротора. Где-то там, на самом деле по-разному, может быть, там 250, может быть, 300 нужно было оборотов, чтобы этот эффект начался. А, вот еще важно. Эффект не начинается сразу. Вот нужно, чтобы было некоторое время. Такое ощущение, как будто что-то накапливается вокруг этой машины. Нужно примерно полторы минуты, чтобы она работала. И после этого некая субстанция уже накопилась, сформировалась, и начинает уже проявляться основной эффект. Когда он проявляется, этот эффект, вот можно строить такой график. Увеличиваем скорость до 600 оборотов в минуту. В минуту мощность выходная растет. Растет напряженность в магнитных стенах и падает температура. Но если, скажем, в этот момент быстро остановить машину и быстро ее запустить, то эффект, в принципе, повторяется быстро. И не нужно ждать полторы минуты, пока что-то этому копится. В принципе, повторяя эти эксперименты, здесь, в Шенчжине, мы обнаружили точно такой же эффект, но он немного по-другому проявлялся. Позже я скажу. А еще одним интересным эффектом было такое образование короны вокруг магнитной системы. Такое бледно-голубое свечение, как при обычном коронном разряде бывает, и запах озона. Ну, видимо, это все-таки не озон паха, а окислы азота, потому что озон не пахнет, нет запаха. Что интересно, наблюдалось примерно шесть полос по длине ролика. Что если предположить, что у нас имеется какая-то стоячая волна электромагнитная, формируемая роликами, то длина длина этой волны примерно 10 сантиметров. Если сделать простой расчет, то получится, что 10 сантиметров это частота 3 гигагерца, что соответствует циклотронному резонансу электронов при напряженности магнитного поля 1 десятая Тесла. Ну, это так как бы. Это может быть, может не быть, может быть, это другая природа, но если около роликов напряженность примерно соответствует, 0,1 Тесла, то вполне можно допустить, что генерируются частоты порядка 3 гигагерца, и они создают такую стоячую волну. Вот. Здесь, что я хочу сказать, как бы мы не одиноки. Вот справа можно, слева можно видеть фотографию некой машинки. Эту машинку мне дал Рунар Николаевич Кузьмин. Вот. Из университета. Мы ее тоже испытывали. Как она к нему попала и как он ее сделал, как бы это, я не знаю точно, просто давали на испытание. Мы ее покрутили, погоняли, ничего необычного не обнаружили. Потом были попытки сделать маленькую машинку. Будет она работать или нет. Вот делали совершенно такие миниатюрные машины, которые, ротора из разных магнитов, которые разгонялись до большой скорости до тех пор, пока все это не расплавлялось, не разлеталось в дребезги. Вот самая правая картинка, это один американец пытался тоже воспроизвести эту машину, сделал похожую конструкцию, но использовал тут пластиковые диски для крепления роликов. У нас диски были сделаны из титана. Но у него тоже похоже, ничего не получилось, она не активировалась. Он не получил ни падения температуры, ни дополнительной выработки мощности. Еще вот конструкция такая же машина, выполненная из ферритовых магнитов. Здесь что интересно, здесь нету дисков, которые бы держали ролики. Она выполнена по мотивам машины Кузьмина Рунара Николаевича. У него центральный магнит насажен на ось двигателя и вращается именно центральный магнит. За счет вихревых токов начинают вращаться ролики вокруг него. Такая же конструкция применена и здесь. Здесь вращается большой ферритовый магнит и за счет вихревых токов здесь вот есть видно медные оболочки эти ролики начинают вращаться. Но автор не сообщил нам о положительном эффекте. Сообщил, что испытание проведено, но эффекта не было. Вот справа машина собрана из магнитов ни один железобор. Это в Москве она уже была собрана. Такая полноразмерная, но к сожалению она не захотела работать. Не захотела и все. Есть еще независимое подтверждение, что эффект охлаждения существует. вот несколько лет тому назад на ютюбе некий товарищ с ником мистер Дельфин выставил видео, состоящее из 22 или 25 частей, где он собрал похожую машину, у которой вращалась центральная часть. Центральная часть была выполнена из ферритового магнита и в центре было вставлен такой сердечник, сделанный из чистого неодима. И что он обнаружил? Вот видео, это взято у меня кусочки картинки из видео целикового. Видео это доступно, в принципе, кому интересно, я могу показать. У меня сохранено оно просто было. На ютюбе его нет, но оно сохранилось. И что этот товарищ обнаружил? При наборе скорости примерно 500-600 оборотов в минуту, его конструкция начинала охлаждаться. И притом охлаждалась зона над роликами. Вот у него тут есть, может быть, не очень хорошо видно датчик температурный. И что он докладывал? Что при начальной температуре воздух около 16 градусов, когда устройство работало, температура его ротора и окружающей среды падало до 11,5 градусов. Ну, это не 6 и не 7 градусов, как у нас, но тем не менее, это уже серьезная заявка, потому что устройство его маленького размера, по виду примерно 30-35 сантиметров в диаметре. Вот. И оно показывает тем не менее эффект охлаждения. Есть еще одно видео от этого же товарища, где температура падает вообще до минус 10 градусов. У меня есть картинки из этого видео. Вот, кстати, это видео можно посмотреть на ютюбе. Какой-то товарищ его сохранил, спасибо ему большое, и выложил. Вот, это видео сделано вместе с термоприбором, который показывает визуально, какие области горячие, какие холодные. Вот, видно на правой картинке, что область роликов именно остывает 7,5 градусов. Потом, при дальнейшей раскрутке, оказалось, что область роликов нижний и левый рисунок охлаждается вообще до минус 10 градусов и начинает охлаждаться центральный магнит. Не центральный магнит, это, вернее, стержень, просто цилиндр, выполненный из неодима, из чистого неодима. Вот, все эти эффекты очень хорошо проявляются уже при скорости 370-420 оборотов в минуту. Но эти очень, скорости очень похожи. Хотя, чем меньше диаметр, тем больше должна быть скорость. Вот, на правой картинке он даже берет пальцем, в перчатке проводит по поверхности неодима и на ней образовывается иний. И вот у него на пальце стоит снег фактически. Так, что дальше? Вот это вот картинки той машинки, что сейчас сделано в Шенчжине. Есть та же самая конструкция, неподвижный статор, хотя я просил сделать статор тоже подвижный, потому что очень интересно посмотреть, а что же будет при одновременном движении центрального магнита и движении роликов вокруг этого центрального магнита. Скажем, ролики крутятся по часовой стрелке, центральный магнит крутится тоже по часовой стрелке их догоняет, будут эти эффекты нагрузаться или нет. Но сделали питательство как лучше, как они понимают, поэтому этот центральный магнит неподвижный. Ну, ролики 23 штуки, зато имеет возможность вокруг него вращаться. Сначала они сделали мне такие большие алюминиевые диски, как у них принято, любят они из алюминия все делать. Ну, в общем, я потом настоял, чтобы эти диски были заменены на диэлектрические, потому что ролики должны накапливать заряды, а если диски алюминиевые, то эти заряды будут стекать на заземленную центральную часть. Значит, на картинке здесь изображен стенд, где производятся все эти испытания. есть разгонный двигатель, есть ослограф для наблюдения за датчиками, есть температурный логер девятиканальный, с помощью которого мы отслеживаем температуру, есть несколько типов магнитных датчиков, работающих в низкочастотной области и в высокочастотной области. Смотрим, что происходит. Есть источник высокого напряжения для того, чтобы можно было подавать высокое напряжение. Вот слева на картинке изображена система из электродов, на которой подается высокое напряжение для активации. Вот на этом слайде показаны некие этапы изготовления. Вот справа это сделана была такая пластмассовая обойма и эта пластмассовая обойма набивалась маленькими магнитами. Вот несмотря на то, что я на заводе долго рисовал и долго объяснял, как должны быть расположены магниты, но все равно не сделали по-своему, как они понимают. Но тем не менее, сделано, что сделано. Значит, здесь использована специальная магниточувствительная пленка для визуализации магнитного поля центрального магнита. Вот видно пятна, это пятна от магнитных вставок. Справа изображены ролики. Вот они так выглядят, снабжены керамическими маленькими подшипничками. Размеры у них маленькие, диаметр 40 миллиметров, высота примерно 50. И вот проблема, которая образовалась, я ее сразу не заметил. Дело в том, что шаг между магнитными вставками на центральном магните и на роликах должен быть совершенно одинаков. А сделали мне, как им было удобно, видимо, шаг получился тут не одинаковый. В результате этого ролики не добирают скорости. Вместо того, чтобы иметь 10 оборотов ролика на один оборот ротора, в результате получилось только 4,5. Вот из-за этого дальнейшие эффекты, которые мы получали на этой машине, они не такие яркие, как были раньше. Здесь показана конструкция роликов. У нас собран такой стендик, где мы испытываем каждый ролик. Есть у него потери на вихревые токи, есть потери в подшипниках. Примерно на каждый ролик, если его разгонять до рабочей скорости, примерно 50 ватт должно уходить на потери на вихревые токи и потери на подшипники. Вот по центру изображена конструкция ролика, выполненного из отдельных неодем железобор дисковых магнитов и магнитных вставок, которые расположены в верхней и нижней части ролика. Вот здесь показаны размеры. Ролики были изготовлены двух типов. Ролики с латунной оболочкой и ролики просто без оболочки. Потому что оболочка в принципе может играть значительную роль, потому что в ней наводятся вихревые токи. Эти вихревые токи могут облегчать возникновение плазменных ловов. Будем так говорить. Дальше тут показана конструкция. Есть разгонный двигатель, который управляется с частотным драйвом. Ременная передача и тут же подсоединен генератор с нагрузкой. Справа показана нагрузка. Это 24 лампы использовалось по полкиловатт каждый и каждый ряд ламп мог включаться и выключаться. То есть нагрузку мы можем регулировать. Платформа вся остальная она покоится на датчиках измеряющих вес платформы. Такие серьезные датчики тензометрические, которые определяют вес. Вот что интересного значит получилось в результате этих испытаний. Вот это картинки с термозавизора. Если слева посмотреть. Вот мы начинаем ее разгонять машина. Через некоторое время видно ролики. Видно, что некоторые ролики горячие. Подшипники греются, греют и лихревые токи имеют место. Ролики некоторые горячие, некоторые холодные. После достижения определенной критической скорости все ролики холодные. Справа видно, что верхняя часть, где расположены ролики, она холодная. Внизу видно, что нагрет подшипник. Это большой подшипник, большой стальной подшипник, на котором покоится вся платформа. Падение температуры в этих роликах достигало максимум на лучших режимах всего-навсего полтора градуса. Но полтора градуса все равно было заметно. Вместо того, чтобы они нагревались от вихревых токов и от трения, они охлаждались. Что я еще могу добавить? Так как мы знаем потери в каждом ролике на определенной скорости, на стенде измерялось все, то получается, что при падении температуры примерно в один градус, в один полтора градуса машина вырабатывает энергию, но ей не хватает, чтобы перейти режим саморазгон. Общее потребление трансмиссии двигателя нужно примерно 500 ватт. Машина вырабатывает 200 сейчас, в настоящий момент. Ей немножко не хватает, не хватает скорости роликов. Так, что еще было интересно замечено? А, ну, вот эта вот кривая несколько восемь датчиков температуры, которые были расположены на разных расстояниях. Мы, к сожалению, не увидели образование магнитных и тепловых стен. Мы увидели отдельные пульсации. Вот машина гоняется на разных режимах, и логер пишет данные о температуре. И вот мы наблюдаем, что время от времени температура вдруг резко падает, потом она снова возвращается, потом она бывает снова резко падает, потом снова возвращается. И чем ближе датчик расположен к машине, вот зеленая кривая, этот датчик расположен был прямо под ролик. Черная кривая – это температура корпуса логера, расположенного примерно в двух метрах от машины. Ну, остальные датчики располагались примерно 15 сантиметров друг от друга, начиная от центра машины. Вот, они, в принципе, все повторяют друг друга, но с разной выраженностью. так, что еще? Очень важная вещь, которую мы раньше не видели, а теперь обнаружили, то, что что-то происходит со звуком. Куда-то девается звук. Вот, здесь приведены два спектра. Зеленая кривая – это звук, генерированной машиной, скажем, в докритическом режиме. А вот голубая кривая, когда мы уже зашли за критический режим и вернулись обратно, чтобы обеспечить ту же самую скорость. Вот, звук, интенсивность звука, и при том интенсивность высокочастотного звука может падать до 20 дБ. Просто машина шумела, гудела, свистела до этого, а потом вдруг становится тихо. И что характерно, значит, возникновение вот этого тихого режима, оно связано с падением температуры. Как только этот тихий режим фиксируется, значит, мы можем фиксировать падение температуры на датчиках. Вот, как этот эффект объяснить, я затрудняюсь это сделать, потому что подшипники – это механика чистая, они шумят всегда, чем больше скорость, и нагрузка, чем больше шум, а здесь получается, что они шумят до какого-то времени, потом раз и все пропадает. У нас есть два комплекта роликов, на некоторых роликах этот эффект хорошо заметен, а на других роликах нет. То есть от подшипников это не зависит, зависит это еще от чего-то. Возможно, что генерируется вокруг этой машины, что заставляет эти ролики охлаждаться, и это же это же явление влияет на звук, генерируемый этими роликами. А здесь вот еще Валерий Николаевич вдохновил нас провести опыт с герметичной банкой. Вот слева изображена такая банка, в которой помещен датчик. Но мои китайские инженеры сделали, конечно, все по-своему. Они напихали туда огромнейшее количество литиевых батарей. Ну, видимо, чтобы год работал без остановки. Вот, взяли эту банку, герметичная крышка, герметичная крышка, правда, смазана вакуумной смазкой, здесь насчет герметичности она обеспечивается. Но непонятно, что эти батареи могут выделять. Они могут влагу поглощать, могут какие-то газы выделять, я не могу сказать. В общем, эту конструкцию надо переделать, но я решил все-таки сделать опыт с тем, что есть. И вот, что получилось. На верхнем графике давление внутри этой банки. После запуска машины и запуска регистрации давление начинает падать. Просто падает. А потом, начиная с некого времени, оно плавно, плавно, плавно растет. Потом вот здесь в районе 16 часов машина выключается. работа машины остановилась и остановка машины никак не повлияла ни на давление в банке, ни на температуру, ни на влажность. Что интересно, при увеличении температуры внутри этой банки давление должно расти, по идее. А давление продолжает падать. В общем, эти опыты надо повторить, но тем не менее, я их решил показать. Не так все просто, даже с такими простыми экспериментами. Кстати, там использовался тот же датчик Бошевский BME-280 внутри, что и Пархомов использовал в своем эксперименте. А теперь я хотел немного пофантазировать насчет того, как работает эта машина. Вначале от внешнего источника происходит раскручивание ротора. При достижении резонансной скорости вокруг магнитной системы начинает формироваться некая цилиндрическая вихревая структура, предположительно составленная из замкнутых эфирных нитей. Вихри замкнуты, они проходят через ролики магнитной системы и расходятся в пространстве вокруг этой машины. вихри собирают энергию в окружающем пространстве фактически и несут ее к роликам, возбуждая электронную твердотельную плазму и поддерживая в них высокочастотные циркулярно поляризованные колебания, так называемые геликоны. Как известно, если у вас есть металл и он намагничен по оси, то вдоль оси намагничивания может проходить циркулярно поляризованная волна. Вот те высокочастотные светящиеся колебания, которые мы наблюдали, видимо, они связаны именно с этими волнами. Эти колебания вызывают пульсации магнитного поля в роликах. А если есть у нас пульсации, значит, у нас возможное возникновение вращательного момента. В принципе, возникает после этого положительная обратная связь, и машина должна переходить в режим самообеспечения. Если у вас есть обычная активная нагрузка, то активная нагрузка в конечном итоге всю энергию превращает в тепло, это тепло возвращается в окружающую среду, и процесс замыкается сам на себя. Это такая общая схема, достаточно грубая схема, конечно, можно тут много вопросов задавать, много претензий, но тем не менее, все-таки с чего-то надо попытаться объяснить, как это все работает. Вот здесь в принципе изображена такая картина, когда образуется вихревая структура, вихревые филаменты, эти филаменты несут энергию к роликам и возбуждают эти ролики. Значит, интересным моментом является вопрос, как же возникает вообще говоря крутящий момент. Ну, подвели мы энергию к роликам, ведь от этого же ролик не начнет сам по себе крутиться. Вот, приняв внимание наличие токовых нитей вокруг магнитной системы, мы должны также допустить вращение магнитных стен вокруг центра машины и силовое взаимодействие магнитного поля роликов и токовых нитей. Ну, машина в какой-то мере похожа на асинхронный двигатель переменного тока. Максимальный крутящий момент достигается только в узкой области скоростей и при его превышении наступает резкий срыв. Интуитивно понятно, что скорость, дающая максимальный крутящий момент, она зависит от числа роликов, диаметра и высоты роликов, также от скорости энергопереноса вихревых филаментов. Вот, если представить, что эти вихревые филаменты построены из некой субстанции, из эфира или еще из чего-то, то все-таки у них есть какая-то конечная скорость переноса энергии. Вот, энергия переносится из внешней области, где температура имеет повышенное значение к роликам. Для этого нужно некоторое время. За это время ролик успевает продвинуться на некий угол альфа, вот как нарисованы на этой картинке, и получается так, что возникает некое взаимодействие полей, и так же, как в асинхронном двигателе переменного тока, при определенном сдвиге фаз, ролики могут разгоняться. Вот, так же может образовываться некая бегущая плазменная волна, скажем, вокруг роликов, которая тоже из-за сдвига фаз волны и положения ролика может придавать им крутящий момент. Почему это может быть близко к действительности? Потому что есть наблюдение, что если мы вращаем машину против часовой стрелки, у нее возникает некая тяга вверх, она теряет вес. Но если мы машину начинаем вращать по часовой стрелке, то эта тяга направлена вниз. Получается, как бы машина взаимодействует с тем полем, который она сама же и создала. То есть возникают токи в этом поле. Вот тут непонятно, что является носителем этих токов, но в книжке Бычкова и Зайцева объясняется, что это может быть эфир. Это может быть эфирные токи. Если это так, если это так может быть, то тогда машина получает объяснение, что в пространстве имеются некие токи, эти токи образуют общее магнитное поле, и машина фактически втягивается в пущность в неоднородность магнитного поля. Действие магнитного поля зависит от направления токов. При одном вращении у вас одна полярность, при другом вращении у вас другая полярность. Таким образом можно попробовать объяснить возникновение тяги в машине. тяги. Были еще попытки объяснить возникновение тяги. Один товарищ, помню, мне прислал письмо. Он говорил, представь, что у тебя есть бочка, вращающаяся, обычная пустая бочка, баррель. И в этой бочке сделано отверстие. И вот в эту бочку, скажем, затекает воздух сверху или снизу. Вы начинаете быстро вращать эту бочку, и у вас получается тяга. Ну, как бы, на что я ему ответил, ведь тяга не будет зависеть от того, в какую сторону вращается эта бочка. А в нашей конструкции как раз тяга зависит от того, в какую сторону вращается магнитная система. Дальше он больше развивать свою теорию не стал. В принципе, на этом я хотел закончить и выслушать ваши вопросы. Я с удовольствием отвечу на вопросы, если смогу. Спасибо, Сергей. Друзья, ну вот, пожалуйста, поднимайте руки. Сейчас стадия вопросов. Я напомню, что на стадии вопросов мы задаем вопрос и ждем ответ. А выступления какие-то и соображения свои собственные. У нас другая стадия. Она где-то ориентировочная через минут 20-30 будет. Анатолий Иванович Климов первый задает вопрос. Толь, пожалуйста, только включи микрофон. Сергей, добрый день. Добрый день. Я, к сожалению, припоздал, но тем не менее там половину доклада услышу. Значит, ну, я хочу напомнить вот хорошо известные истины и отсюда же будет вопрос, собственно, из этих истин. Значит, ну, понятно, что у тебя крутится, что-то крутится и вокруг этого что-то крутится воздух. Правильно? Образуется воздушный вихрь. Абсолютно точно. Так вот, ну, в воздушном вихре истина говорит о том, что возникает вихревой холодильник. То есть, у тебя давление падает, температура падает там внутри вихря. И кроме того, и кроме того, значит, есть критическое число ренокса, когда у тебя вот эти вот, так сказать, вращения будут, ну, из ламинарного превращаться в турбулент. Мои вопросы. Три. Значит, вот, не является ли тривиальным то, что у тебя там изменение температуры, так сказать, объясняется простым образованием воздушного вихря. Значит, и давление тоже должно реагировать с понижением давления. И второе, вот, критический режим, о котором ты говоришь, ты вообще прикидывал число ренокса при критическом режиме, при критической скорости вращения твоей, это самое. Какова там скорость, вот, ну, если учесть, что там зацепление идет хорошее, воздухо, значит, ну, вот, из этих соображений число ренокса. Можешь сказать, какое там при критической скорости? Никогда не задавался таким вопросом, какое там число ренокса, потому что это не имеет никакого отношения. Значит, вихревая структура воздушная вокруг магнитной системы не образуется, потому что эта штука работает как насос. Есть вход в воздух. центрифуга, она вращается у тебя эта вся фигня? Вращается, но она работает как увлекает воздух окружающим. Нет, нет, она работает как центробежный насос. Воздух подсасывается снизу и сверху и разбрасывается по периметру, по бокам, просто по радиусу он разбрасывается, никаких вихрей не образуется. Тем не менее, у тебя вот этот ротор твой, который вращается, он увлекает воздух, газ, который находится рядом. Тем не менее, ты этого отрицать не можешь. Ну и что? И тогда возникает газовый вихрь, сопровождающий твой ротор. В этом газовом вихре все известно. Нечего выдумывать. Есть, так сказать, в любом вихре это он обусловлен тем, что меняется давление, температура и может быть турбулентность. Вообще говоря, вот тут присутствует Федор Сергеевич, у него тоже была такая идея, что вращается вихрь и давайте посчитаем за счет вращения какое будет падение температуры. Это же можно сделать? Можно. Ну вот Федор Сергеевич, может быть, он сам выступит, он посчитал, это совершенно ничтожное падение температуры. Его можно не учитывать. Я не делал. Ну понятно. Я не делал. Вот Федору Сергеевичу было интересно, он сделал. Заметные падения, Толь, заметные падения изменения температуры будут в том случае, когда движения вот этого каких-то частей этой машины будут приближаться к скорости звука, то есть примерно к 300 метрам в секунду. Вот какие скорости, Сергей, у тебя, какие там скорости типичные вот самых вращающих? Ответ неверный. Я вопрос задал. Подожди. При 10 метрах в секунду в нашей установке изменение давления довольно значительное измеряемое. Ну, они у вас тогда по какой-то другой. Сергей, я задал вопрос. Какая самая большая скорость? Считайте, 10 оборотов стало быть в секунду, да, и... Один метр примерно. То есть примерно 10 метров в секунду. Понятно. Ну, ерунда эта скорость вообще-то. Это не ерунда. Не ерунда. Климову, что, вращая, вращая вращательные движения, никакие, никаких вихрей не создают. Они создают, правильно Сергей говорит, они создают эффекты насосов. Но никаких не вращений, никаких не торнадо. Торнадо создать очень сложно на самом деле. Не так-то это просто сделать. Так, еще вопрос, Анатолий Иванович. Все. Так что это не работает. У тебя же три вопроса. Тем более, тем более, образование магнитных стен. Как можно объяснить на расстоянии, скажем, 15 сантиметров от центра машин? Толь, у тебя же три вопроса. Надо идти, ты сначала с газодинамикой разберись. Да нет там никакой газодинамики, обычный ветродуй. Извините, я все-таки встряну в разговор, Федор Сергеевич, камера не работает. Я оценивал, Анатолий Иванович, можно объяснить вихрем только одну десятую градуса Цельсия, ну, Цельсия, Кельвина, не важно там. Одну десятую, все, при данной машине. То есть, даже один градус не объяснить. Это есть формула давления для круглого вихря. Все это я сделал по просьбе Сергея Михайловича, значит, не объяснить. Да, спасибо, спасибо, Федор Сергеевич. Анатолий Иванович, у тебя три вопроса было, ты один задал только. Да нет, я уже сказал, Ренольф, темпероизмерение, так сказать, оценка температуры, измерение, изменение, измерение оценки, значит, по окружной скорости, значит, давления. Этого было не сделано. Ну, все, я получил ответы. Спасибо. Значит, тогда, Толь, сможешь выступить там потом, когда обсуждение будет, сможешь еще раз вот к своей идее вернуться. Так, следующий у нас Емьяхин, Владимир, пожалуйста, ваш вопрос. Меня слышно? Да, вас слышно. Добрый день всем, уважаемый Сергей Михайлович. Вот я хотел бы в продолжение. Дело-то в чем? Вот Анатолий Иванович не обратил внимания. Все же... Вопрос, Владимир, вопрос. Я чуть-чуть... Да, да, много вопросов. Дело в том, что там резонансные изменения температуры идет, а не просто вихрь какой-то. Теперь вопросы. Такой несколько неожиданный вопрос, Сергей Михайлович. Вот вы говорите, происходит изменение веса от направления вращения. Меня вот интересует, а что происходит с инерционной массой? Что-то вы по этому поводу можете сказать? Инерционная масса мерилась, заметно было что-то такое, или просто измерялся, изменения веса определялись, но ничего, так сказать, не решалось по вопросу. Знаете, слушаю. Инерционную массу, видимо, можно оценить по инерционности вращения ротора, да? Если, скажем, она меняется, то я бы заметил, наверное, что ротор вращается как-то по-другому. Вот когда ротор начинает тормозить, он же обогревается. Вы говорили, да. Да, вы говорили. В общем, никакой разницы обнаружено не было. В общем, как он весил, столько, столько он и весит. Инерция, инерция, не веса. Инерция, да, 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 инерция. Я не обнаружил, не могу сказать. Следующий вопрос. Вот вы говорили, что наблюдается... секундочку, возможно, этот вопрос был важный. Вот еще раз. Важный, важный вопрос, конечно. Секундочку, я вот хочу дополнительно, чтобы Сергей Михайлович пояснил. Сергей, правильно ли, вот я понимаю, по крайней мере, что ты говоришь о том, что инерционную массу, вот в этих условиях можно было бы оценить, как, с какой силой надо тормозить или что-то там... Но он как бы об этом немного говорил. ...остановился. Это имеется в виду? Это именно, да, потому что мы использовали мотор переменного тока. В первой конструкции вообще был мотор постоянного тока. Вот. И он же работает как генератор на торможении, да, и по его генерации, по тому току, который он отдает, можно оценить инерционность ротора. Ну, я... А то есть, у тебя торможение было с помощью электродвигателя, правильно? Вот сейчас он тоже у меня с помощью электродвигателя. Я могу генератором тормозить, могу электродвигателем тормозить. А с чем ты можешь сравнить? Ты какие-то, ну, числовые сравнения делал, или... С чем? Ты вот говоришь, что ничего не меняется. А что не меняется? Не меняется, когда ты начинал разгонять, и у тебя... Нет, я могу... Есть такая штука, Сергей, я закончу. Есть такая штука, называется момент инерции. Грубо говоря, это МР квадрат, вот такая величина. Вот, МР квадрат, вот она тут все определяет. Ну, какая-то масса там, сейчас пока не очень понятная, умноженная на типичный радиус. Вот. И в самом начале она, когда ты запускал эту машину, она могла быть одна. Вопрос очень спасибо Демьяхину правильный. И, и когда ты тормозил, вот, начинал тормозить, когда генерация уже идет, возможно, возможно, ты на двигателе мог почувствовать, что почему-то, почему-то момент инерции у этой машины другой. Вот, что-то, еще раз подумаем, можно, что-то все-таки менялось. на двигателе я при разгоне ничего не чувствовал. Это можно было увидеть при торможении, потому что на драйвере двигателя высвечивается мощность, которая у меня получается при торможении. Значит, разницы между режимом, когда у меня есть охлаждение и когда нет охлаждения, я особо не заметил, хотя я специально к этому не приглядывался. Давайте этот вопрос в копилку отложим. Спасибо Демьяхину, потому что вес и масса, мы же знаем, это такая вот очень такая какая-то странная взаимосвязь, и вот это было очень интересно когда-то еще раз проанализировать. Спасибо Демьяхину за это. Я не говорил, что мне меняется масса, я говорил, что изменяется вес. Да, у тебя меняется вес, но это значит, у тебя меняется гравитационная масса. Почему? Возникает тяга, как у обычного пропеллера, скажем, который как крутится в воздухе. Ну, да, можно и так объяснять, да, можно и так объяснять. Ну, тем более, что такое гравитация, тоже не очень-то известно. Ну, наверное, можно и так объяснять. Владимир Демьяхин, еще вопросы, пожалуйста. Есть вопрос. Значит, два слова поясню. Все же инерционная масса таким образом, то есть останавливание и раскручивание не проявляется, не может проявляться. Но есть еще один вопрос, очень интересный. Вот, Сергей Михайлович, наверное, слышали, есть такой эффект аспдена. Аспдена, это с магнитным ротором. Суть его такая. Если магнитный ротор раскручивать и мерить, так сказать, затраты на раскручивание, то оказалось, он такой, так сказать, провел эксперимент. Если повторное раскручивание будет происходить меньше, чем через 60 секунд, то примерно в 10 раз требуется энергия на такое же раскручивание. Но у него конкретные цифры были. Он, скажем, тысячу джоулей замерял при торможении, именно он так же делал при торможении. Он видел, что чтобы остановить магнитный ротор до полной остановки нужно было тысячу джоулей. Но если раскрутить магнитный ротор меньше, чем через 60 секунд, то раскрутить раскручивание требовало 100 джоулей примерно, вот так. То есть порядка 10. Вот он несколько раз проверял свой эксперимент и этот эффект опубликовал. Вот почему я это связываю с вашей установкой? У вас тоже по сути дела ротор намагниченный. И повторное раскручивание должно давать какой-то эффект. Но я так понимаю, что этот эффект должен быть связан именно с резонансами. У вас затраты энергии были постоянны, когда вы даже что-то вы говорили по этому поводу. Если быстро опять раскрутить, то требовалось меньше энергии. Так ли это? Да, я понял, откуда ноги растут. Раньше я проверял этот эффект аспдена. Я не могу подтвердить, что он действительно имеет место быть, но машина действительно показывает такой эффект. У вас ситуация другая, конечно. У вас хотя бы чуть-чуть, если будет показывать, это уже важно. Она действительно показывает. Вот смотрите, скажем, охлаждение наступает, комары появились, при неком критическом режиме. потом я торможу машину ее, и если я быстро ее запускаю, то этот эффект у меня продолжает длиться. Но если я подожду некоторое время, он исчезает. Я это связываю с тем, что вокруг машины генерится некая субстанция, которая поддерживает ее работу. Подождите, а субстанции это будет дальше. Вопрос поняли, а ответ получил. И еще один вопрос. Нет, Владимир, подождите, мне может быть не совсем понятно. Смотри, Сергей, смотрите, Владимир говорит о том, что если вы запускаете, то про энергию что-то сказать. Еще раз, когда ты второй раз запускаешь... Про энергию я ничего не могу сказать. Я могу только судить о возникновении эффекта охлаждения. Понятно. И шум. Я просто слышу ушами, как она шумит, какой она звук издает. Я могу сказать, что вот этот эффект сохраняется. После остановки сохраняется некоторое короткое время. Потом исчезает. И нужно машину снова разгонять до критического режима. Понятно. Владимир, третий вопрос. Да. Значит, я хочу напомнить. Серл делал эти вещи, и он утверждал, что около его диска создавалось электростатическое отрицательное поле. У вас это наблюдалось? Электростатическое? Вы говорите, что у вас там стоячая волна была электромагнитная. Наблюдалось? В опытах 93-го года наблюдалось. В наших теперешних опытах в Шенчжине такое не наблюдается. Я так понял, у вас резонансы редкие были. Те опыты я помню, но у вас там было в большей мере проявление резонансных эффектов. Есть большое отличие. Та машина стояла на земле, это стоит на пятом этаже. Потом это на металлической платформе сделано. Все понятно. И все же я вернусь. Мне бы хотелось знать электростатическое поле. Какого знака можно было посмотреть хотя бы отрицательное электростатическое поле, положительное. На картинках где-то я вам показывал, были эти самые установленные электроды вокруг. И вот вы видите здесь щуп салографическую. Мы ничего не обнаружили. Не обнаружили. Хотя может быть заряд стекал. Да, вот у щупа все-таки есть сопротивление 100 мигом. Может быть этого недостаточно, может быть больше нам. Но мы не обнаружили. Я объясню. Спасибо. Следующий вопрос, Владимир. Ну, пожалуй, все. Спасибо большое. Спасибо Владимиру. Да, вот оба вопроса были очень качественные. Спасибо. Владислав Миркин, Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Сергей Михайлович, у меня такой практически ликбизовский вопрос. Вот вы говорили о возникновении стоячих волн. Ну, это в изображении. Потом у вас стены появлялись магнитные и температурные. И это тоже, в общем-то, напоминает стоячие волны. Но стоячая волна это есть пространственное распределение, но и есть колебания во времени. Так вот, я хочу спросить, позволяли ли ваши датчики зафиксировать вот частоту колебаний во времени всех этих параметров, которые я назвал? Мы пробовали делать оценки в предположении, что имеем дело с магнитоакустическими альвеновскими волнами. В принципе, там хорошие совпадения были с частотой 230 Гц. 230 Гц это та волна, которая генерировалась роликами. У нас была частота вращения ротора 10 оборотов в секунду и 23 ролика. Получается 230 Гц. Вот ролики генерировали альвеновские волны и собственно расстояние между этими стенами как раз соответствуют скорости этих альвеновских волн на частоте 230 Гц. Понятно. То есть вам не нужно иметь отражающую стенку. У вас есть просто источник, который вот как камень бросили в выводы и от него идут волны. Ну, это стоячие волны, значит, должны быть встречные движения. Не обязательно. ну, ладно. Я понял, что вы видели как бы эти колебания. Тогда вопрос еще вот такой. Вы, как специалист, не слышали никогда о попытках построить аналогичное, так сказать, устройство не на магнитах, а на конденсаторах. Неважно, так сказать, с переменным зарядом или, так сказать, с постоянным, но на конденсаторах. Ну, да, я слышал, есть такие работы, да, они связаны с использованием конденсаторов, вернее, конденсаторов, внутри которых находится сигнета электрика. Весь секрет этих конденсаторов в сигнета электрики. Понятно, так сказать, такие работы есть. Это, собственно, что я хотел узнать. Спасибо. Недавний патент НАСА, да, я не помню, товарища, у него там целый космический корабль, стенки, в котором сделаны из сигнета электрика. Понятно, хорошо, спасибо. И еще один вопрос. Вот, когда вы обосновывали появление неких токов, так сказать, которые должны быть, вы сослались на эфир Бычкова и Зайцева. Значит, и каким образом Бычков и Зайцев объясняют появление токов в своем эфире, токов и зарядов? Владислав, ни разу про эфир Бычкова и Зайцева не говорилось сегодня? Нет, 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 там была... Я упоминал, как некая гипотеза, что возможно есть эфирный интуз. Да, да, я просто хотел понять, так сказать, каким образом из эфира Бычкова и Зайцева можно вытянуть появление тока электрического. Вы как-то это... Я тоже бы хотел понять. Понятно. Мы все здесь собрались для того, чтобы понять, как это можно сделать. Классно. Ну, хорошо, я удовлетворен, спасибо. Я опять стряну, но у нас целая книжка, 708 страниц написано, там где-то в начале сказано, что такое токи, что такое эфирные заряды, посмотрите, и все, вопросов не будет никаких. Нет, почему? Может и быть вопросы. Ну, задайте нам это тогда, Сергей Михайлович ни при чем здесь совершенно. Я сослался, но есть такая гипотеза, она мне нравится, эта гипотеза. А про нее у авторов надо спрашивать. Хорошо. Владислав, спасибо за вопросы, как я понял, больше нет. Ну, Владислав, вот как известно, он сторонник такой вот униполярный, как он его называет, эфирной теории, поэтому вот он про конденсатор. Это интересно, действительно. Нет, пожалуйста, я как бы не против. Есть объяснение, да, что, скажем, возникновение крутящего момента, это как униполярная машина. У вас есть ток втекающий, у вас есть движущиеся части, у вас есть центральный магнит, который генерирует поле, да. И вот только объяснить, где провода-то, по которым ток подводится к этим роликам, а вот проводов-то нету. Да, так, спасибо Владиславу Миркину, Александру Георгиевичу, Пархомов, пожалуйста, Саша. Сергей, добрый вечер, у вас даже мощь, наверное, там, да? Почти. Ну, рад слышать и видеть с такого большого расстояния. Вот. Но вопрос у меня такой. Значит, вы чувствовали запах озона и видели, наблюдали свечение. Вот это может быть связано с ионизирующей радиацией. Пытались ли вы, может быть, использовать какие-то приборы, чтобы вот этот вопрос прояснить? Вот свечение особенно может быть с мягким рентгеном связанным? Александр Георгиевич, вполне, вполне допускаю. Но, к сожалению, у нас не было на тот момент даже нормального фотоаппарата. Вот это вот относится к тем временам, да? А здесь еще таких сильных эффектов нет, да? Здесь у меня все есть. У меня есть рентгеновские спектрометры, у меня есть гамма-спектрометр, нейтроны спектрометра, все есть. А попробуйте применить все-таки. Попробуем. Значит, если говорить о свечении, я потом разобрался, откуда желтые такие полосы там. Использовался воздушный подшипник, на котором держались ролики. Он питался от компрессора. Компрессор создавал масляный туман. Вот это масляный туман и давал желтое свечение. Но туман-то он не дает, собственно, свечение не дает, он только отраженный. Масло в плазме, да, оно дает желтый свет, углерод. А, но это если в плазме. Да, 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 если у вас есть высокочастотная плазма, и вы пары масляные используете, он будет желтым цветом светиться. Но в основном скорее все-таки он может быть связан с радиацией. Еще интересно было бы посмотреть, не идут ли там трансмутации. А вот мой интерес к холодному синтезу как раз и возник в попытке объяснения, откуда берется мощность. Потому что была идея, что кислород 16-й превращается в кислород 18-й вокруг роликов, да, это дает некий толчок энергии, да, начинается пульсация в магнитных полях, тем более, что я беседовал с несколькими инженерами на магнитных заводах, и они говорят, что порой в технологическом процессе получаются ненормальные магниты, которые они бракуют. Они сами по себе, говорит, пульсируют. Мы, говорит, стараемся подобрать технологию так, чтобы этого безобразия не было. Так что вполне может быть, что и магниты пульсируют, достаточно их чуть-чуть подтолкнуть, дать им какой-то энергии, не знаю, может быть высокочастотных колебаний, может быть постоянный ток. И дальше уже она самозаводит. Ну ладно, спасибо. Спасибо, Пархомова. Боб, your question, please. Thank you very much. Сергей, попробуй по-английски попробуй ответить. Ну, в смысле, отвечай по-русски, но попробуй понять вопрос. Я попробую понять. Хотя здесь я говорю по-английски. Здесь никто не говорит по-английски. Thank you very much for a very, very interesting presentation. Two questions. First, I think it's slide 24. You have the enclosed container, I think with lithium batteries or something. 24-й слайд, включи, пожалуйста, Сергей, 24-й слайд, включи, он по нему какой-то вопрос хочет задать. Moment. You've got the relative humidity going down there, but it doesn't seem to go up again. Is that just the cut-off data or did you find that the humidity was reduced permanently, that is to say, the moisture is removed permanently? Yeah, возможно, возможно, что влажность изменяется в этой банке благодаря наличию большого количества литиевых батарей. Я попробую в ближайшее время провести этот опыт и доложить. Okay. And then you talk about in the later slides, I don't know which one it is, but you have this bidirectional magnetic flux going through the magnetic rollers. Your hypothesis at the end, not there, later, later. Последний, последний он говорит. Later? Yes, this one. This one? Yes, that one. You've got that fixated on the nodes. Are you suggesting firstly that the flux loops occur at each nodal point? Это приблизительная картина, как я думаю. Я не знаю точно, что происходило там, но как бы здесь показан транспорт энергетический. Okay. Это магнитная стена, по которой движется некая субстанция и она несет энергию к роликам. субстанцией. Okay. And then, if that is creating a magnetic flux loop per magnet, is that not then creating the donut-like shaped structure that would create a toroidal moment? трудно трудно представить себе возникновение такой структуры на воздухе, поэтому здесь нужна субстанция, которую описывали бычков и зайцев. То есть, некий заряженный эфир, который может двигаться, не испытывая трения нейтральных частиц. Вот, поэтому я предполагаю, что здесь формируется именно такая эфирная субстанция и она образует некие тороиды, замкнутые тороиды, именно так. Okay, thank you. Спасибо, Бобу. Юрий Кириллович, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. А вот я, может, я прослышал, делал с лиоцентой вырабатывал здесь избыточную энергию. Оценка была, если она была избыточной энергией. Я, может, прослушал? Я в самом начале говорил, что в опытах 1993 года вырабатывалось примерно 6-7 киловатт избыточной энергии на валу генераторов. Это активная мощность. Это при какой затрате вырабатывалась эта энергия? Или сверх? Это сверх. Это просто машина работала сама на себя и вырабатывала как автономный генерал. Считаете, что она потребляла тепло окружающей среды и превращала его в электричество, как демон Максвелла? А просто не пытались нагрузить на какую-то нагрузку, чтобы она работала на эту нагрузку? Вот это мощнее. Пытались. Я, к сожалению, здесь не привел, но если вы посмотрите статью, там в статье есть соответствующие графики в зависимости мощности от нагрузки и от оборотов. Чтобы не загромождать презентацию, я не стал приводить этот график. А куда же вы мощность сбрасывали избыточную, которая генерировалась? На ТЭНы, на обычные ТЭНы. А, ну так вот это и есть нагрузка, да? Да, это и есть электрическая нагрузка, да. Да, они имели переключатели, каждый ТЭН киловаттный, и он постепенно включался. После включения нагрузки машина как бы приседала, думала там секунд 10-20, потом снова начинала разгоняться, потом ей еще один киловатт вводили, она снова приседала, потом снова разгонялась, и так до 6 киловатт. Это с генератора снималось, снималось с нагрузки, Да, с обычной динамо-машины, с динамо-машины, с вала. Понятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Юрий Кириллович. Геннадий Константинович, Ваши вопросы. Ваши вопросы. Евгений Михайлович, у Вас интересная, конечно, работа, у меня такой вопрос. У Вас не возникли аналогии с Вашими магнитными стенками, с тем, что возникает при движении зарядов проводники, там же такие же получается окружности концентрические, если вот перпендикулярно проводнику там положить по этой пластинке опилки. Ввиду магнитное поле? Магнитное поле. То есть, у Вас возможно какое-то движение магнитного потока вдоль оси, а вокруг получается вот такие же концентрические окружности, как при движении зарядов. текут токи, и эти токи образуют цилиндры, вложенные друг к другу. В принципе, где-то такая же аналогия напрашивается, что процесс именно таким образом формируется. у нас вообще, говоря вот над этим вопросом, работал невесткий Николай Евгеньевич, который, хоть ушел от нас уже, но вот тем не менее осталось от него много трудов, да, если интересно, можно посвятить отдельный семинар этому вопросу. Я здесь так поверхностно только излагаю. На самом деле это более глубоко проработано. Второй вопрос. Вы с температурой, с понижением температуры, с механизмом вы не пытались разобраться? Это диффузионное понижение температуры или инфракрасное излучение там значит, где-то начинает исчезать что-то у вас же что-то связанное с эфиром? Это вообще очень странный вещь, так же, как и возникновение магнитных стен. У них очень острые края. Понимаете, для диффузии, для воздуха это неприемлемо. Обязательно должна быть диффузия. Почему диффузия уважаете? Ролики греются или остывают? Нет, я говорю о магнитных стенах. Это же тоже тепловые есть. Буквально один миллиметр и все. И температура восстанавливается. Такого, понимаете, не может быть. Ну, концентрические окружности вокруг проводника астоком тоже такие тонкие. Ну, это, знаете, это мы воображаем. На самом деле, мы же не знаем, что это такое. Ну, почему? Они же визуализируются. Ну, вы берете... Это потоки эфира в качестве стенок. Очевидно, так. Магнитное поле отличается от электрического тем, что магнитное поле замкнуто у магнитного поля, у электрического нет. Вот и вся разница. Это понятно, но когда вы меряете магнитное поле вокруг проводника, это поле, оно непрерывное, а здесь стенки дискретные. Вот оно есть, а вот нет, вот есть, нет. А, Сергей, а вот в этих стенках магнитное это поле куда направлено? Оно совпадало с намагничиванием роликов. Нет, 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 я не величину, куда направлено? Вектор. Вертикально, вертикально. Вдоль стенки. Вертикально. Ну, да, если стенка вертикальная, то вдоль стенки, да. Вдоль стенки. А вот по окружности вокруг твоей машины, она же вокруг всей машины? Да, вертикальная во всех стенках. И других компонент нет? Нет. Понятно. Ваш вопрос. Или они не были обнаружены, скажем так, я не могу на 100%. Еще раз, величина порядка 0,1 Тесла, правильно я помню? Нет, 50 мили Тесла, примерно во всех стенках одинаковое поле. 50 мили Тесла, но все равно это гораздо больше, чем поле Земли. Ну, в 100 раз, по крайней мере. В 100 раз примерно больше, чем поле Земли, да. Понятно. Геннадий Константинович, ваш вопрос. Вот второй вопрос, мы где-то в сторону от него ушли, по поводу механизма охлаждения. Как вы считаете, в чем причина может быть охлаждения? Это тоже один из самых интересных вопросов. Значит, если вы хотите мою точку зрения, их существует много. Вариант, предположим. Который мне больше всего нравится. Допустим, мы имеем вакуум, электронный, позитронный, вакуум, гирок. Если на него взглянуть с точки зрения температуры, то есть 3 градуса у него должна быть температура, как известно. Если говорить о теплоемкости, у него огромная теплоемкость. Это огромный холодильник. Машина каким-то образом пробивает туда ход. И мы получаем доступ к этому неограниченному холодильнику. Стекает туда. Туда стекает энергия, да. Так что ж такое температура, что мы меряем? Не знаю. Это никто не знает. В данном случае я не знаю. Возможно заневоливание какой-то одной степени свободы у молекул газа. Возможно так. количество ядерной жидкости, из которой состоит эфир. Ну, это уже не ко мне. Была же ломоносовая идея с теплородом. Потом от нее отказались, потом снова вернулись. Геннадий, это попозже. Рассуждение потом. Ваш вопрос, вот ваш вопрос, еще такой интересный вопрос порождает. Сергей, а вы мерили давление поперек? Нет. Нет. То есть вот в этих стенках... Не приходило в голову. Это только после наших последних вебинаров, да, такая мысль пришла в голову, а так нет. Ага, Геннадий, ваш следующий вопрос. Нет, это просто. Спасибо. Спасибо, спасибо. Как обычно, так довольно в дом сейчас. Спасибо Савенкову. Николай, Коля, давай, ваш вопрос, пожалуйста. Сергей Михайлович, добрый день. Давно не видел. Вот у меня несколько вопросов. Значит, первая, все-таки вот основная идея этих экспериментов, я так понимаю, что это повторить эксперименты Серла по антигравитации. Так? Это правильно? Основная идея. Николай Александрович, понимаете, что никакой антигравитации нету, да? И Серл в своих документах... тягу получить, нет, антигравитацию получить просто все-таки, чтобы уменьшить вес, либо чтобы тело как-то там, не знаю, поднялось в воздухе. Так, да? Основная идея. В принципе, да. Это основная идея. Второй вопрос. Я просто понимаю, как это может быть в эфире, поля, которые в одну сторону направлены, которые в противоположную направлены. Тогда такой эффект возникает, это сколько угодно. Та же самая летающая лягушка, левитирующая и прочие другие. Это все можно объяснить именно наличием таких полей в эфире. Так вот, здесь, есть ли здесь магнитные поля, которые направлены в одну сторону, и которые в противоположную вот в этой конструкции? Можно ли об этом говорить? Конечно, есть. Вот если у вас есть перед глазами вот этот рисуночек с токами, вы видите, что кольцо магнита, оно имеет противоположную направленность магнитного поля с роликами, потому что ролики притягиваются к кольцу. Там надо, чтобы два поля, например, однонаправленные поля были где-то там снизу в конструкции, а противоположные направленные сверху. И тогда это можно объяснить, тогда такая конструкция будет подниматься в воздухе. Это можно объяснить в интернете можно найти сколько угодно примеров, когда это работает. Нет, я не очень понимаю, о чем идет речь. Мне нужно нарисовать картинку. Николай, вы говорите о том, что устройство взаимодействия само с собой себя поднимет. Правильно? Ну, в общем, да. Если оно порождает два магнитных поля. Например, одно поле порождается магнитным, а другое, предположим, током электрическим. И вот если они взаимодействуют, да, этот устройство начинает себя поднимать, и таких экспериментов сколько угодно. Вот. Ну, собственно, непонятно. Я предположу, что именно так происходит, потому что токи образуют магнитные поля в окружении машины, а сама машина представлена постоянными магнитами. Ну, тут очень непонятно. Ну, тогда, Сергей, вот еще такой последний вопрос. Вот, насколько я понимаю, все-таки повторить вот то, что было в 93-м году, так сказать, никак не удается, потому что, насколько я знаю, так сказать, и в нашей компании в New Flow пытался, так сказать, повторить, так сказать, и в Америке, и вот сейчас в Китае, но того же эффекта не получается, да, все-таки? Нет, в Америке я же не делал это, там отдельные люди это делали. Вот. Вопрос такой сказать, может быть, что-то в конструкции не так? То есть, есть ли какие-нибудь основания считать, что действительно такая конструкция может повторить результаты серла? Или, может быть, здесь что-то все-таки не так сделано? Мы идем постепенно. Вот у нас есть два комплекта роликов. Один комплект, они практически одинаковые, но немножко отличаются. Вот один комплект показывает эти эффекты, а другой нет. Размеры одинаковые. Много нюансов. Вот я ролики отодвигаю, скажем, на один миллиметр ближе или дальше от центрального магнита. Эффект пропадает. Здесь очень тонкая настройка параметров должна быть. Понятно, потому что получается, что все-таки повторяемость этого эксперимента очень, как-то сказать, слабовата. Мы практически повторим. Вряд ли кому-то удастся даже повторить, если у вас получится. Видно, машина оживает, повторить ее можно, ее можно настроить, но нужно поиграться с ней, ее нужно настраивать. А получается так, что все время, как только подходишь к какой-то настройке, к получению результата, сразу кончаются деньги и весь проект закрывается. Вот это, да. Так как уже по кругу прохожу, уже несколько таких ситуаций я проходил. Ну, не знаю, чем это теперешнее китайское закончится. Может, чем-нибудь хорошим. Ну, желаю, чтобы получилось. Это я тоже хочу. Спасибо. Спасибо Николаю Александровичу. Ну, Николай, сможете еще выступить? Так вот, сегодня хотелось бы послушать вашу как-то общую еще оценку какую-то. Александр Константинович, пожалуйста. Сергей Михайлович, все-таки с массой вопрос возникает. Знаете, какой? Ну, вот, скажем, начало эксперимента, да, вы измеряете, ну, вес. Потом эксперимент там много часов продолжается, а потом остановилось у вас. измеряется равна первоначально или же какие-то изменения произошли? Александр, тут пропадали какие-то звуки. Еще раз свой вопрос коротко. Можно повторить, да, я половину не всплывал. В том смысле, что в начале ничего не крутится, вы измеряете вес. Ну, тензор у вас что-то измеряют, да, потом опять пропал. Александр, у вас что-то со звуком говорится. Я попробую это самое еще раз. Александр, вы что-то что-то там переключитесь, давайте мы сейчас других людей послушаем, а вы попробуете что-то со своим компьютером сделать, так? Через некоторое время, да, хорошо. Через некоторое время, да. Просвернов. Саша, пожалуйста. Добрый день, Сергей, скажи, пожалуйста, а роща не есть? А роща не есть какая-нибудь информация? Понятия не имею. Я уже, не знаю, лет 15, наверное, не виделся, не общался. И второй вопрос. Я могу сказать, Саша, вот я могу сказать, я, значит, два года назад я был у Степанова, делал эксперименты в этих мытищах у него в лаборатории, где мы там намерили на котле высокого давления, намерили, что радиационный фон там в пять раз ниже, чем вот в обычной комнате, где никакие эксперименты не проводятся. так вот он мне показал в углу его участка сваленное оборудование, которое привел рощ, привез ему рощи, вот, накрыли все это брезентом, это было где-то года, причем он говорил, что это произошло сравнительно недавно, куда-то он уехал за границу, это было года два назад. Так, твой вопрос, Саша, пожалуйста. Спасибо. И скажи, пожалуйста, Сергей, какова продолжительность снятия активной нагрузки вот в первых экспериментах с рощиным? Ну, где-то минут 15-20 он работал нормально. То есть деградации не было заметно вообще никакой. Спасибо. Так, спасибо. Александр Павлович, извините, я вас, Константин, Александр Павлович, ваш вопрос еще раз, попробуйте, попробуем к вам вернуться. Никитин. Не реагирует так и просвернув тогда вопрос задал. Щироносов, пожалуйста, вопрос. Меня слышно, да? Да, слышно. А, замечательно. Я хотел спросить, Сергей Зинович, а вы знакомы с работами Маркова, Новосибирск? Там совершенно аналогичные работы? Нет, не знаю. Я скину ссылку, это переменные, мощные поля, и там наблюдается акустика, воздух свистит, всякие излучения, идут, и самое интересное, вода меняется, и этот метод используется для лечения колоссально, но его нет, к сожалению, он умер, но его движение сейчас продолжает Москве, пытается раскрутиться. Ну, вода... Поля перемены на разных частотах и приводят к очень странным всяким эффектам. И тоже связано с эфиром. Очень, я ссылки сброшу, посмотрите. Ну, хорошо, да, я не слышал ничего про эти работы. Спасибо, Валентину. Игорь Бойлин, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер, меня слышно? Да, слышно. Я до вопроса первый, вот, оба на линии приходила, такой в голову, что вот этот звук, он изменялся из-за того, что когда охлаждался, установка, там, у меня уменьшались люфты, и поэтому меньше свистело все. изменение температуры на 1-1,5 градуса, я думаю, не приведет к изменению люфтов, керамических подшипников. А керамические подшипники, они издают такой характерный свистящий звук, шипящий. Вот, и я думаю, температура на него сильно не влияет. Вот что-то другое. А второй вопрос, вы скажете, что там вот хитрость заключается вот в этих настройках, то есть, вот, видимо, в каких-то конкретных пропорциях, да, вот, вот, в этой установке, вот, и вот вопрос, вы сами опубликовали вот эти размеры, или можно где-то прочитать, то, что если пытаться теоретизировать на эту тему, то это очень-очень важно, узнать эти соотношения, пропорции. Нет, нигде ничего не опубликовано, потому что работа эта не закончена, я как раз этим делом занимаюсь. Я сам хочу понять, как эти пропорции влияют на характеристики машины, после этого, да, вполне возможно, что я это опубликую и доложу на конференции. Здорово. Все, спасибо. Спасибо Игорю Буйлину. Александр Павлович, вы готовы что-то сказать? Меня слышно? Слышно, да. Вы коротко вопрос задайте без вступления. у вас почему-то звук в середине пропадает, так? Коротко вопрос. Хорошо. Меня интересует Сергей Михайлович, вес, ну не вес, масса. Смотрите, в начале эксперимента вы взяли замер массы, да? все стоит. Весы, весы. Ну, вес, да, берете, ну, мы говорим, масса, гравитационно постоянно за это время не изменилась, наверное, и потом все крутится, эксперимент там часами продолжается, в конце все остановилось, какое, опять, значение взяли веса, оно равно первоначальному или что-то меняется? Ничего не меняется, вес восстанавливается. Значит, ваш эксперимент делает вывод, что масса инерционная не меняется. Ну, выходит так. Да, ну, спасибо, странно, странно. Спасибо, Александр Павлович, это один вопрос только. Да, все, спасибо. Так, Евгений Михайлович Авшара, пожалуйста. Сергей Михайлович, у меня такой вопрос по датчикам по весу тензорным. Значит, в первом случае что было использовано, второй я уже видел, знаю, какие-то датчики. Может быть, разница как раз в том, что вторые датчики, они сильно закрыты, а в первом случае, если у вас был открытый тензор датчик, то магнитные поля могли, вот вихрь, могли влиять на показания. Нет, в первом случае использовалось просто две катушки и магнитный стержень, который туда выдвигался. Чисто индуктивный использовался. Ну, как раз магнитные поля могли влиять на это дело. Да нет. Было бы, я думаю, что было бы здорово, если бы там микрометры стояли, которые показали бы развиться. Вот это было бы интереснее. Ну, фактически так и было. Мы же мерили механическое перемещение. Я понимаю, механическое, но вы мерили электрическим путем на катушке, на катушке могло наводиться все, что хотите. Реально. А вот если мерить микрометром чисто, то вы получили бы реальные изменения. Нет, микрометром, там и сантиметры были, это же сотни килограммов. Я имею в виду, что понятно. Визуально линейка была еще приделана к этому делу. Спасибо. А, то есть, секундочку, Сергей, то есть визуально видно, что поднимается. Да. Да. Понятно. Евгений Михайлович, еще есть вопрос? У меня все. Спасибо. Геннадий Машинский, пожалуйста, ваш вопрос. Включить надо этот микрофон, Геннадий. Так, ну, он, может быть, даже и меня не слышит. Друзья, переходим к выступлениям, к комментариям. Пожалуйста, поднимаем руки, кто хочет что-то как-то высказаться. Вот, Людмила Борисовна Болдырева. Пожалуйста, Людмила Борисовна. Можно, да? Можно? Да, пожалуйста. Я хочу сказать насчет вот цилиндрических стен и изменений температуры. Вот, вид цилиндрических стен и возможности изменения температуры, это точно описывается математическим процессом, который вызывает сжатие среды, но скорость его больше, чем скорость сжатия. И такой процесс, базируясь на сверхтекучем геле 3B, я могу назвать в данном случае и почему откуда вообще возникают эти стенки. Такой процесс это сверхтекучий спиновый ток, скорость которого намного больше, чем скорость света. Он обнаружен сверхтекучем геле 3B. Он работает в среде, которая состоит из спинов. В данном случае это может быть среда, характеризуемая так называемой zero point energy, внутренний момент количества движений спин. И тогда в этой среде, во-первых, сверхтекучий спиновый ток точно больше, чем скорость сжатия этой среды. Он вызывает сжатие. И второе, когда у вас спина, это уже известный эффект, если спины поляризованы, то есть они направлены в одну сторону, то будет температура уменьшаться. И, больше того, этот вакуум, его скорость этого вакуума определяет магнитное взаимодействие. Поэтому все эти цилиндрические стены, они будут, во-первых, обладать увеличенным магнитной напряженностью, уменьшенной температурой, и тот точно отвечает математическому закону распространения такого тока в среде. Спасибо большое за внимание. объяснение появилось. Алло, кто-то сейчас сказал, я не понял. Это я, это Сергей Годин. Я говорю, очень даже, так сказать, нормальное, хорошее объяснение, только надо понять, что такое спиновое итог для меня. Этот спиновый итог известен, это не мое открытие. Пожалуйста, у нас есть институт физпроблем, там директор был Боровик Романов, там еще несколько человек, они получили Ландауский приз за открытие этого тока. Это известно, тысячи работ они написали. Я ничего здесь не придумала, и я не придумала эту среду, еще ей пользовались и другие ученые, и ток этот тоже известен. И известно, что скорость этого тока намного больше скорости света, в частности, он, например, объясняет все квантовые нелокальности. Так что здесь нет моего придуманного, это известные вещи. Они открыты были в сверхтекучем спиновом геле 3В. Людмила Борисовна, вы хотите сказать, что передача сигналов со скоростью много больше скорости света уже публикуется в литературе? Конечно. Только это не сигнал, сейчас скажу, как это называется. Это очень красивая работа, она была сделана еще 20 лет назад, на нее уже полно было тогда публикации. Это вот что зато. Он передает сигнал, правильно вы говорите, но только он передает моменты количества движения. Он передает не точно энергию, не массу, ничего, он передает моменты количества движения. Сначала этот ток, сначала, да, этот ток был предсказан еще Максвеллом, потом его теоретически открыли в Америке, повторили, а потом наши следовали ее. Боровик Романов, директор этого института, возглавлял, там были Буньков, Фомин, Дмитриев, они потом втроем, потому что Боровик Романов просто умер, получили премию Лондона за этот процесс. И вот то, что я наблюдаю, то, что вы наблюдаете, это точно совершенный, вот этот процесс, он больше, чем скорость распространения сжатия вот в этом вакууме, и поэтому он математически, это, по-моему, Лаваль еще так вот есть такое, также работает в двигателе внутреннего сгорания, ну, короче говоря, он такой же точно дает повторяющиеся кольца. И что-то подобное, мне кажется, есть и в холодном ядерном синтезе, когда получаются близнецы, треки близнецы, но я там не берусь, но я вижу, что вот там тоже самое может быть этот эффект. Это только известен, на нем работает вся квантовая нелокальность на нем работает. Пожалуйста, я, можно все, у меня все данные об этом только есть, абсолютно все статьи. Ледна Борисовна, здорово, то есть это добавление, еще новые варианты по сравнению просто с обычным эфиром из каких-то там частичек. Но вы мне тогда подскажите, пожалуйста, а вот момент количества движения с помощью какого бозона передается? Сейчас скажу, я тогда лучше расскажу, две секунды-то, как это... был открыт в сверхтекучем геле-3Б вот этим Боровиком Романовым. Я сама с Боровиком Романовым разговаривала, я ходила некоторое время на их семинары, поэтому знаю. Значит, открыт он был так. Они в сверхтекучем геле-3Б создавали домены, у которых были прецессирующие спины, потому что сверхтекучая геле-3Б это спиновая среда, сверхтекучие спины, и две соседние области домена имели разные углы прецессии, частоты одинаковые были, но разные углы нотации и разные углы прецессии были. И они наблюдали ток, когда происходило выравнивание, выравнивание вот этих углов. Причем они... Ток и теоретически этот ток равен бесконечности. Почему он равен бесконечности? Потому что у них получалось, что если есть какая-нибудь аномалия по спинам сверхтекучей жидкости, то вот этот ток проводил выравнивание свойств, и получалось, что эта жидкость описывается одной волновой функцией. Для них это было принципиально, а раз описывается одной волновой функцией все время, значит и теоретически скорость равна этого процесса бесконечности. Интересно, что Макс Филл, который предсказал этот ток, тоже сказал, что этот ток будет бездиссипативный, передает момент количества движения и скорость его намного выше, чем скорость света. Это очень интересно. И вот я... Людмила Борисовна, давайте у нас вебинар на другую тему, но вот вы наметили еще одно направление. Спасибо вам огромное. Спасибо. И он состоит, этот спиновый ток. Да, но я этот самая... Геннадий, я этот вопрос задал, но Людмила Борисовна пошла отвечать в другую сторону. Давайте в сторону. Давайте... Сейчас не будем. Я запомнил этот комментарий, я попробую разобраться отдельно. Спасибо. Только не сейчас давайте на этот... Хорошо, спасибо за доклад. Спасибо. Да. Владимир Демьяхин, пожалуйста, ваш комментарий. Да. На мой взгляд, очень интересные эксперименты, очень интересный доклад. Я бы его рассматривал как ключевой доклад. Почему? Потому что он затрагивает очень много проблем. Очень много проблем. И, на мой взгляд, Сергей Михайлович попытался как бы обозначить направление, так сказать, решения этих проблем. А именно та моя любимая стезя – это эфир. Да, если рассматривать через эфир вот эти вещи, а эти вещи связаны ни с, так сказать, ни с воздухом, ни с вихревым движением воздушных масс, это связано с физическим вакуумом, эти эффекты, то здесь, конечно, можно было бы сослаться и на Бычкова, но Бычков, как я понимаю, у него вот эти токи, вот был вопрос задан, а что такое, как, откуда возникают токи? Так вот, эфирные потоки – это и есть токи, он так говорит, но у него есть одно но. Он рассматривает эфир, который имеет массу, а масса, как известно, она создает инерционность, поэтому вот эти эффекты, которые мы сейчас вот в этих экспериментах наблюдаем, они никак не стыкуются. Я бы даже отослал его к Николаю Магнитскому, вот его в этом плане физический вакуум более определен с точки зрения эфирных позиций, вот, и, к сожалению, я вот от него сегодня как бы таких существенных вопросов не услышал, но он как бы свои вопросы отравал, но тем не менее, вот, Сергей Михайлович, наверное, вот здесь вы найдете ответы. Что здесь важно в этом плане? Ну, во-первых, вы говорите, что вы делали установку, ролики, статор, и электромагнитные катушки, вы их как бы немножко даже не понял, используете или используете. Вот у Серла там обязательно присутствуют электромагнитные катушки. Я объясню, почему это важно. На мой взгляд, тут такая вещь, ведь явно, что здесь проглядывается многонансные явления. Утого? Друзья, у вас там сумма какой-то ужасная. Это какой-то Виталий подключился и шумит. А, да, я вижу, да, кто-то еще тут шумит ужасно. Друзья, кто-то не выступает, выключите, пожалуйста, вот Игорь Бурин, вы же не выступаете, выключите звук, пожалуйста. Можно, можно? Продолжайте, Владимир, да, продолжайте. Очень важны резонансные явления, а здесь их, на мой взгляд, должно быть два. Это, во-первых, магнитные резонансные явления, магнитных потоков, и обязательно должны быть электромагнитные, электрические, электростатические, так сказать, излучения. И вот на фоне и того, и другого, или, точнее, на фоне резонансных, так сказать, явления, должно проявляться в полной мере тот эксперимент 93-го года, который я очень хорошо знаю и, так сказать, он много им чего дал. Значит, тут я не знаю, это ваше решение, конечно, что нужно катушки использовать, не нужно катушки, вот. Но теперь я хочу обратить внимание на магнитные зоны. Вопрос очень важный, вопрос очень важный. И вот здесь не было сказано о том, что у вас вот там 23 ролика, 23 ролика, ну а почему нечетное число, а почему нечетное число. Ну, наверное, это может быть и не очень важно, но тем не менее, если ролики рассматривать как излучатели, то они должны создавать какую-то, так сказать, картину взаимодействия электромагнитных и магнитных волн. Вот если эта картина будет резонансная, вот я обратил внимание, вы там выложили магнитики квадратиком, квадратиком как у Серла, он там, правда, как бы свои подсчеты у него были какие-то, он так и ничего не сказал, уйдя, вот. Но тем не менее, я так вижу, что вы пытаетесь намагничивать эти магнитики переменно-магнитным полем, ну, исходя из, наверное, тех пониманий, вот-вот, да, правильно, которые как бы пытались нам сказать все равно и в то же время замалчивал. Слава Богу, если вы, конечно, в этом разобрались, но, наверное, тут невозможно разобраться, что-то было недоговорено. Но тем не менее, я вернусь к резонансным явлениям. Значит, здесь ведь регулярная структура расположения роликов, это, собственно говоря, если они излучают, это, собственно говоря, получается стоячая электромагнитная волна. А если это магнитные ролики, то это стоячая магнитная волна. А значит, если это стоячая магнитная волна, то там должны быть обязательно, должно сформироваться какое-то поле, ну, наверное, статическое поле, вот, которое должно иметь радиальные и тангенциальные силовые векторы, обязательно. ну, или просто потенциалы, если это статическое поле. Так вот, на мой взгляд, если формируется такое поле, то появляется вихревая структура над этим полем. Вихревая структура должна формировать вот эти цилиндры. Что значит вихревая структура? Если это вихревая структура, ну, будем рассматривать электромагнитное поле, то движение фотонов, оно замедляется, тормозится в этом поле. Поэтому, так сказать, проявляются частоты, проявляются частоты, то есть на определенной частоте формируется одна стенка цилиндрителя, ну, цилиндр, да, который окружает это самое устройство, конвертер, например. То есть в зависимости от количества частот появляется количество вот этих стенок. Эти стенки, они формируют как бы такую силу, которая не позволяет пройти дальше обычным фотоном или виртуальным фотоном. Ну, не будем уточнять, хотя в этом плане я мог бы, так сказать, вот я написал книжку, и там как бы все это определяется. Что такое стоячая волна, что такое насыщенная стоячая волна, что такое переходный процесс в стоячей волне, вот как появляется, накапливается энергия в стоячей волне. Так вот, если появляется стоячая волна, то происходит замедление, торможение вот этих фотонов, и они накапливаются и сформированы вот эти стенки. То есть дальнейшее продвижение фотонов прекращается, тепловая энергия, она передается именно фотонами, фотонами передается, и отсюда, значит, появляются вот эти стенки, там перепады температур, а дальше температура не идет. Возможно, тут какие-то другие процессы, конечно, тут очень много, так сказать, проблем и много большого, большое поле деятельности для исследований, очень большое поле деятельности. Но вот число роликов, электромагнитные стоячие волны и магнитные стоячие волны, они должны присутствовать, они должны создавать вот эти резонансные явления, которые потом передаются, то есть появляется охлаждение температуры, этого самого магнитного, центрального магнита, как вы показывали в этом самом своей картиночке. Да, все это появляется от того, что именно прекращается движение фотонов за область, которая создает вот этот конвертер. Ну, и еще, да, значит, я хотел немножко о звуке сказать. Опять же, вот звук, опять же, и звук, и температура, как вы сказали, что они синфазные, так сказать, изменяются, и опять же скачками. Именно вот когда появляется какой-то резонансный момент, они возникают, так сказать, снижается звук, снижается температура, не настраивается на резонансную частоту вся система, и пропадает эффект, и пропадает эффект, так сказать, генерации энергии. То есть нужно обратить внимание вот на именно синхронизацию частот, синхронизацию частот. на мой взгляд заканчиваю, я скажу, что я просто рад слышать такой доклад именно не на уровне понимания и понятия, а именно на уровне физических процессов. Это очень ценно. Спасибо за внимание. Спасибо Владимиру Демьяхину. Владислав Меркин, пожалуйста, ваш комментарий. Я хотел вот что сказать. Я считаю, что это просто блестящая экспериментальная работа. Она сама по себе интересна, она интересна тем, что, так сказать, перед нами открывается целое направление, которое не только позволит нам понять физику процессов, но самое главное, она будет еще иметь практический выход, потому что это может быть источником энергии. Но для меня эта работа тем более хороша, что основываясь на результатах экспериментов Сирла и Сергея Михайловича вместе с Рощиным, я обосновывал униполярный эфир. то есть я старался не пропустить ни одного из тех эффектов, которые были обнаружены, но говорить об этом долго я не буду, это у меня написано, но, так сказать, одно я скажу, что вот то, что вот эти температурные стены проникают сквозь бетонные перекрытия, уходят на следующий этаж, как это было написано еще в самых первых работах, говорит о том, что это может быть только эфирный процесс, не процесс передачи тепла за счет столкновения молекул воздуха или бетона, потому что эфиру, собственно говоря, все равно, есть там бетон или нет, может быть, не совсем все равно, но тем не менее, так сказать, эфир, его свойства проникают сквозь, так сказать, эти бетонные перекрытия, несущественно искажаясь. Значит, и вот в сегодняшнем докладе я, так сказать, увидел некую новую для себя информацию, например, такую, что вот этот вот эфир, как я его понимаю, обладает инерционностью, потому что, так сказать, все начиналось не с нуля времени, и, кстати, аналогичную инерционность эфир проявлял, когда демонстрировались опыты, ну, типа опытов Мейснера, там тоже, в общем-то, так сказать, эти эффекты были инерционными, и, кроме того, вот новая информация для меня явилась увеличение длины волны, ну, вернее, так сказать, расстояние между узлами или пучностями, которые, так сказать, были зафиксированы в этом эксперименте. Я по-прежнему считаю, что это только стоячая волна может сделать такое, и нам важно понять, каким образом та волна, которая, так сказать, излучается самим устройством, возвращается назад, чтобы создать вот эту вот, так сказать, именно настоящую картину, которая не бежит, так сказать, ну, как бы не разбегается во все стороны, как это было бы, например, если бы была просто бегущая волна. Вот примерно то, что я хотел сказать. Значит, я еще раз повторю, это великолепная экспериментальная работа и прекрасное направление для исследований. Спасибо, Владислав. Федор Сергеевич, пожалуйста, Зайцев. Спасибо. Спасибо, Сергей Михайлович, за интересный доклад. Ну, я, прежде всего, по предыдущим выступлениям несколько замечаний. Значит, вот Демьяхин сказал, что у Бычкова-Зайцева эфир имеет массу. Это абсолютно неверно. У нас эфир неправда. Плотность имеет. Имеет плотность, но массу не имеет. Достаточно прочитать введение, там, страница 27 к 3-му здания. Да, значит, не надо вбрасывать такие вещи, не ознакомиться даже с введением. Значит, и Климову Анатолию Ивановичу еще раз, я сделал расчеты. Это формула из седого давление в центре вихря круглого. Это второй том, страница около 300-й. Значит, ну, и применяют еще закон, конечно, Клаперон и Менделеев выравнение с НКТ. Так вот, для параметров вот нынешнего устройства Сергея Михайловича, это 0,1 градуса падения температуры в центре вихря. То есть, там и один градус даже близко не стоял. То есть, созданием вихря воздушного вот этой машины ничего не объяснить. Вот. А теперь я хотел высказать свои соображения такие эфирные по поводу вот этого устройства. Они предварительные, конечно, качественный характер носят, но, возможно, окажутся полезными в понимании. Ну, есть такой прибор электродвигатель на подшипниках. Многие, наверное, слышали. Принцип работы его не объясняет физика. Вот. Это 50 какие-то годы, значит, он запатентован. Пропал. В эфирном понимании, значит, это вот у нас с Бычковым 23.13 раздел количественно все, значит, проделан. Вот то, что сделает машина Сергей Михайлович, это наоборот. То есть, там подшипник вращается, по которому ток пропускает, а здесь, наоборот, имеется подшипник или часть его, но роликовый. Значит, эти маленькие магнитики это ролики. Внешний обвод там в некоторых конструкциях есть, в некоторых нет. И, значит, вращается он приводом. Ну, что это, если так глобально посмотреть, что это за устройство? Это очень сложный униполярный генератор. Здесь три униполярных генератора, значит, в одном. Первое, это центральный магнит, который, значит, в виде диска там с дыркой или как-то еще делается. Второе, это каждый ролик вращающийся, это тоже униполярный генератор, вращающийся магнит. Ну, и еще ролики вращаются как единое целое, значит, это три униполярных генератора. Униполярный генератор создает, может создавать большие токи, значит, ну, например, Абсден делал, не Абсден, а Брюс Депальм делал самый большой, наверное, униполярный генератор. У него один вольт был напряжение ток 5000 ампер, то есть 5 киловатт, значит, он вырабатывал. Причем интересное, значит, это можно в интернете найти, ролики он снимал, значит, есть. Они, когда его разгоняли, мерили, сколько энергии требует привод, получалось, ну, примерно, как раз 5 киловатт, значит, и требовалось. А дальше они выключали, у них этот магнит был электрический, выключали его, и все, 5 киловатт пропадало. Потом включали, и уже без нагрузки на привод снова 5 киловатт появлялось. Значит, это вот эфирное объяснение создается вихрь эфирный, который, значит, при втором включении помогает раскручивать, значит, уже крутиться вот этому муниполярному генератору и вырабатывать ток. Значит, а здесь три униполярных генератора, причем очень сложные, очень сложные, вот так теоретически проанализировать их, пока, наверное, вряд ли кто-то анализировал. Вот. Теперь, что еще вот в этой машине хорошего? Вот эти ролики, в подшипнике вообще известно, что ролики вращаются, ну, и шарики там вращаются гораздо быстрее, чем внутренний обод. и это может и десять раз быть, там отношение радиуса, это может и сто раз, то есть, мы имеем, допустим, при тысяче оборотов машины, значит, десять тысяч оборотов на шарик. А проблема эфирных эффектов всех, она, мы анализировали их десятками, значит, с Владимиром Львовичем, они все есть, но довольно слабенькие, и вот задача всех этих устройств, в том числе и машины серва, вот этого генератора и других, это усилить эти эффекты, ну, чтобы можно было практически использовать. А усилить можно, осуществив, например, хорошее доцепление с эфиром. Оно слабенькое, потому что Ньютонии там на 10-13 порядков меньше атома водорода размер, ну, и для них макроскопическое тело это просто дырка, так сказать, сито, как-то они пролетают, не замечать. А здесь магниты вращаются с огромной скоростью, вот эти маленькие ролики, и, значит, следует ожидать, ну, создание вихря, вихрь это эфирный, значит, хорошее зацепление с эфиром, поэтому то, что Сергей Михайлович высказал вот эту идею, 2.73 градуса это температура эфира, значит, теплоемкость там, если не ошибаюсь, на 20 порядков больше теплоемкости оседаемого вещества 21, по-моему, порядок, то есть это термостат, если туда научиться сливать энергию, так сказать, тепловую, тепловую движение, вот это вот, то получим, значит, очень хороший двигатель. Значит, по поводу охлаждения, это, есть такой известный эффект, эффект пельтье, значит, на контактах он происходит, и, ну, можно в Википедии посмотреть, и при определенных условиях там возникает охлаждение, при определенных нагревании. Недавно даже узнал, оказывается, холодильники есть, миниатюрные, на эффекте пельтье. Значит, вот здесь надо посмотреть токи и материалы, не возникает ли там на месте контактов, а вот ролик, который Сергей Михайлович там ссылался, я его смотрел, там в месте контактов именно охлаждение идет. Не возникает ли там эффект пельтье, ну, это опять же эфирный эффект, он в книжке у нас рассмотрен с Бычковым, ну, как его пробка из-под шампанского вылетает, значит, все охлаждается, так же и на контакте, если эфир выскакивает в какую-то область, где пониженное давление, значит, оно будет охлаждение. Вот, поэтому, значит, вот такое объяснение возможно. Ну, и в заключении, что я хочу сказать, устройство очень сложное, много параметрическое, и размеры, и положение, и, в общем, тут много чего. Поэтому, конечно, эксперименты первичные, но параллельно с экспериментами надо проводить математическое моделирование, потому что надо искать резонансы. Найти в эксперименте резонансы, все время меняя, значит, размеры устройства магнитов, вот этих, это крайне сложно, так сказать, и поэтому все это медленно движется. А такие средства есть, вот, например, Комсоль Малтифизикс, я уже года два с ним работаю, там можно и вращающиеся магниты моделировать, и униполярный генератор, и все, что угодно, и магнит, падающий через медную трубку, значит, что он там замедляется. Более того, в чем там вся прелесть? Там в определенных подстановках задача решается для векторного потенциала, когда магнитная конфидурация, в том числе, подвижная, а векторный потенциал это и есть плотность потока эфира, но умноженная на скорость света. То есть в Комсоле можно считать просто потоки эфира, значит, ну, чем я и занимался два года назад и продолжаю. Ну, то есть нужны резонансы, чтобы усилить эффект, нужны резонансы, машина большего размера, чтобы эти маленькие подшипнички, маленькие, значит, магнитики вращались быстрее. Ну, и тогда, значит, все получится, я думаю. Все, спасибо. Спасибо, Федор. Федор, к тебе вопрос, извини, пользуясь случаем, хочу, и своим служебным положением, ты поясни, пожалуйста, как же так получилось, что плотность есть, а масты нет. Что вы под плотностью понимаете? Определение дай, пожалуйста. Значит, все это написано... Не надо написано, ты слова... Я сначала скажу, у меня нет возможности пять страниц озвучивать, которые там написаны, я вот рекомендую прочитать, чтобы такие вопросы больше не возникали. Значит, плотность эфира можно измерить в двух экспериментах. В механических, тогда получается механические единицы, типа грамма сантиметр кубический, а можно в электрические, тогда плотность эфира получается в электрические единицы. Да какая разница-то? Ну, какая разница, как это одна физическая величина у вас... Все пересчитывается. Федор, давай, мы же не дискуссию по вашим... А, ну, хорошо, просто тот спросил, какая разница. Какая разница, мобилевскую премию обещали тому, кто научится электромагнитные и механические единицы. Вот эта разница тому, кто спросил, если не знает, не понимает. Значит, поэтому это некоторое... Все пересчитывается, не надо. Которое, значит, имеет другой совершенно физический смысл. Так же, как когда мы перешли, ну, физика перешла к изучению атомов, там макроскопические уже понятия не подходили. Вы механические уравнения пишете, у вас там есть плотность. Вы же в механических единицах тоже работаете. Это плотность. Она имеет механическую инерционную массу. Число единиц. Значит, у вас возникает. Еще раз, я не знаю, кто все время там меня перебивает. Владимир, я вас слушаю внимательно, не перебивайте меня. Значит, в нашей теории масса возникает при взаимодействии двух потоков эфира. Все. Вот там, где они взаимодействуют, там может возникнуть масса. Каким образом? Если они взаимодействуют, массы нет. Владимир, не задавайте вопросы, не надо так. Почитайте, Владимир, там пять страничек всего, думаю, вам будет интересно со ссылками на опыт. То есть, изначально массы нет, а масса возникает в результате взаимодействия. Ответ получен. Хорошо. Вот, Николай Александрович, пожалуйста. Магнитский. Ну, я хочу высказать просто одну идею, которая, возможно, поможет Сергею Михайловичу в его благородном труде, на то, чтобы создать некий механизм, который будет работать как антигравитационный. Значит, вот смотрите, идея, она связана, конечно, с эфиром, потому что это действительно все должно работать в эфире. и вот этот эксперимент, который можно провести, который я сам лично проводил, сказать, и могу подтвердить, что это действительно работает в реальном мире без всяких там квантово-механических фантазий. Вот. Значит, в чем состоит смысл? Если вы возьмете один магнит, ну, где-нибудь поместите его в какую-то подложку, один магнит центральный большой, и, значит, вокруг него четыре или три других магнита другой полярностью, тогда между ними магнитное поле будет, значит, расположено от одного магнита, вернее, от центрального будет идти к краевым. И потом положите сверху некий, сказать, контур, ну, можно медный какой-нибудь контур, по которому пропустите электрический ток. Так вот, момент пропускания электрического тока этот контур взлетает в воздух, может улететь прямо до потолка, может и выше полететь. Значит, вот типичный антиагравитационный эффект, который с помощью, так сказать, эфира легко объясняется, потому что под, по контуру идет ток, и есть магнитное поле тока, поэтому магнитное поле тока и магнитное поле вот этих магнитов, оно под контуром расположено, они совпадают их направления, что сжимает эфир, значит, сжатие эфира происходит под этим контуром, над ним, наоборот, магнитные поля направлены в противоположные стороны, происходит разряжение эфира, то есть получается градиент давления в эфире именно снизу вверх, на контур, и он его, так сказать, поднимает и на, в общем-то, на достаточно большую высоту, зависит, конечно, индукции магнитного поля магнитов и от величины тока, естественно. то есть можно достичь, что я утверждаю, что в эфире можно достичь не очень маленьких, не маленьких, а достаточно больших, так сказать, величин взаимодействия. Ну вот это, если этот, может быть, Сергей Михайлович поможет вот этой идеей, потому что это точно работает, значит, в интернете тоже есть этот эксперимент, я сам его проверял, так сказать, и, значит, соответственно, если удастся объяснить это тем, что где-то там создается сжатие эфира, а где-то разряжение эфира магнитными полями, значит, должны быть два, по крайней мере, магнитных поля, ну или, соответственно, много таких полей, где там много таких эффектов создается, тогда такая конструкция может быть, может поднять, значит, вверх достаточно тяжелый груз, значит, достаточно большую массу. То есть это реально работающая вещь, поэтому, сказать, если Сергей Михайлович там найдет возможность как-то объяснить, что это именно так там происходит, то, значит, соответственно, тогда будет найдено объяснение всего этого эффекта, так сказать, и как диски сервала летали, тоже будет понятно. Николай Михайлович, а есть описание более подробное этого эксперимента, чтобы можно было повторить? Да, в интернете можно взять, сказать, я просто взял, там есть такая, прямо как, левитация, там можно посмотреть, электромагнитная левитация, что ли. Ну вот, можно даже этот самый гейм получил в свое время, сказать, шнобелевскую премию, не нобелевскую, а шнобелевскую, за левитирующую лягушку. Значит, тот же самый эффект, то есть лягушка у него плавала там в воздухе и не падала на землю. Но лягушка, все-таки она паромагнитная, достаточно, в достаточно сильном поле она будет левитировать. Ну, может быть, там немножко другой эффект. Но вот то, что я сказал, вот этот эксперимент, это просто можно найти, сказать, я его в интернете видел, сам его воспроизвел, действительно, все это действительно работает таким образом именно. То есть, нужно два поля, два поля, между прочим, да, еще проводили другие эксперименты, где можно взять оба поля, магнита, от магнитов, от магнитов оба поля, можно взять оба поля от электромагнитов, можно взять оба поля от, значит, тока, можно взять одно поле от тока, другое поле от магнита. Но главное, что они, значит, под телом должны быть направлены индукции этих полей, вектор индукции в одну сторону, значит, создавать некое сжатие. Значит, об этом писал еще очень хорошо академик Миткевич в своих работах в 30-х годах, что когда, значит, поле, магнитные, значит, силовые линии поля в одну сторону направлены, то поле, эфир сжимается, потому что он тоже стоял, был сторонником эфира, пока его, то группировка во главе с Иоффи его не заколевали в свое время, значит, и чуть не уничтожили. Значит, и, соответственно, сказать, это объяснение, сказать, оно четко работает, и, соответственно, значит, там, где эфир сжимается, значит, возникает градиент давления эфира, направленный вверх. А так как любое материальное тело, это уже в соответствии с моей теорией, это есть некое тоже волновое образование в эфире, так же, как и магнитное поле, так же, как и электрическое поле, электростатическое поле, так же, как и ток, это некие волны в эфире, и поэтому ничего тут такого, значит, нет удивительного, что тогда вот эта волна эфирная начинает это, значит, материальное тело поднимать вверх. Независимо от гравитации. Гравитация действительно тут непричемная. Другая волна в эфире, образованная, вернее, имеющая другое обоснование, сказать, а это просто некая волна, действующая на материальное тело, которая тоже волна, ну, и двигает его вверх, поднимает. Вот и все. Только зоны изменения температуры резкие, объяснить будет сложно, и зоны изменения... Ну, это не знаю, это уже надо думать, это другой может какой-то эффект. Да, да, ну, вот тут... Я имею в виду только по поводу, сказать, именно вот эффекта такого, чтобы там как-то объяснить, как диски сервера летали, чтобы антигравитацию объяснить. Ну, это на самом деле не антигравитация, правильно, как Сергей Михайлович сказал, что это действительно просто некая, и так же, как и гравитация, еще раз повторю, так и гравитация, некая волна в эфире, так и, так сказать, самые магнитные поля, электрические, поэтому просто можно создавать, значит, не антигравитацию, не антигравитационную волну, а просто ту волну, которая материальное тело будет поднимать. Вот и все. Может, и космические корабли удастся так сделать. Ну, об этом идет речь. Николай, на гору показывали сегодня, там вообще какая-то гигантская совершенно, там, эти топливные баки, а вот если такое создать, под ракетой, некое сжатие эфира, а надо ракетой разряжения, то ракета сама полетит, и бесконечно долго будет летать, хоть, значит, до конца, там, без топлива, но надо вот сжимать, то есть, надо должны быть, соответственно, какие-то генераторы, которые, или там аккумуляторы, которые создают соответствующие магнитные поля. Спасибо Николаю Александровичу. Так, и у нас последний выступающий, Владимир Александрович. Володь, пожалуйста. Спасибо, Сергей, за очень интересный, ну, прекрасный доклад просто, и прекрасная работа. Конечно, много вопросов здесь. это ясно, что надо их, так сказать, думать и решать, но я тоже придерживаюсь теории эфирной, теории, и поэтому, наверное, все-таки ты правильное направление выбрал по этому поводу. Хочу сказать, что вот касается Сёрла, ой, не Сёрла, а Абздена. Ведь у нас только не опубликована эта работа, мы со Степановым в его лаборатории провели несколько дней, раскручивая различные, так сказать, двигатели, вот, и замеряли, так сказать, вот тот эффект, который был. Тоже не могли понять, почему там давление падает, мощность падает при повторном включении, если это там в течение 15 секунд идет, а лучше 5-3 секунды. Вот. и пришли к выводу, что господин Сёрл, господин Абзден не знает гистерезиса, эффекта гистерезиса. Вот и все, и не надо на нем сосредотачиваться. это понятно. То есть, магнитное поле начинает работать, система начинает намагничиваться, она еще не успела, так сказать, сбросить свои магнитные свойства, и поэтому эффект нового, опубликован, вот, прозвучал, и все делают. Я уже говорил об этом, кстати. У меня даже вот тот докладчик, который много-много про эфир говорил, как его, на К... 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 Ковалев. У нас доклад недавно делал. Он мне даже звонил, говорит, а у вас не опубликовано это? Я говорю, нет, это мы для себя просто выяснили, и все. Вот. Поэтому здесь, в общем-то, вопрос такой снятый. Что касается эксперимента вот Сергея. Ну, во-первых, раз у тебя раскручиваются большие массы, то у тебя инерционная масса должна изменяться. Сергей, это как гироскоп работает. Ну, не с такими, конечно, оборотами, как у гироскопа, но эффект, он обязательно должен присутствовать. Вот. По поводу изменения веса, давления, ну, здесь, в общем-то, кроме эфирной ситуации, наверное, ничего не объяснишь. Но у меня вот какая идея возникла подсказать тебе. А нельзя ли тебе, ведь, в принципе, богатая страна Китай, это не мы, вот, когда нам на финансирование вообще, так сказать, не признают нас, не дают. Вот. сделать типа такой большой площадки, ну, коробочки, можно тоненькую коробочку сделать, вот, и насыпать туда вот магнитного порошка, а лучше всего жидкость даже взять. Ну, такого большого размера достаточно, чтобы посмотреть, как вообще вот состояние этих силовых линий у тебя идет. и поднимая вверх, ты даже можешь определить, наверное, а закручиваются ли они. Вот это вот, я бы тебе порекомендовал такой эксперимент провести, Сережа. Хорошая идея, правильная, да. Вот, а что касается понижения давления и его возрастания, ну, наверное, все-таки мы проводим это в среде, а вот по температуре, по температуре здесь ты, наверное, прав, что это идет, так сказать, вот, то состояние, которое приводит к понижению температуры за счет вот такой вихревой структуры, вихревой структуры, которая опускается как можно ниже. Спасибо. Владимир Чижов. Следующий у нас Шипов Геннадий Иванович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я хочу вот внести свой вклад в эту дискуссию и я скажу следующее. Значит, вопрос стоит сейчас, можно ли вот в этих экспериментах, о которых мы сейчас говорили, можно ли за счет внутренних сил перемещать центр масс механической системы? Это очень важный вопрос. Так вот, я вам скажу следующее, что из 100 учебников, которые вы можете найти в библиотеке имени Ленина, 5 процентов, то есть 5 учебников говорят, что это можно, но только в том случае, если эти системы представляют собой не твердое тело, а некое пластичное тело. Вот я думаю, что та система, которой занимается наш докладчик, это вообще говоря, пластичная система, это такая система, где массы внутри самой системы меняют свое положение, вот такая система называется пластичная, и действительно вот в этих системах допустимо двигаться, используя внутренние силы, какие там силы, магнитные или еще какие-то, это другой вопрос, но есть принципиальный вывод, в пяти учебниках, что если система пластична, то это действительно возможно, я просто хочу, чтобы вы обратили на это внимание, спасибо. Спасибо Геннадию Ивановичу, а все-таки вот вы может быть тоже прокомментируете, ведь вот этот ваш знакомый, который в Корее делал, который потом куда-то пропал, эксперименты, ведь это очень похоже, попробуйте сравнить как-то. Нет, это речь идет об энергетических установках, это слободяна. Здесь тоже, Геннадий Иванович, вы, к сожалению, с середины только пришли, здесь тоже первоначальная идея, тоже энергию, пожалуйста, подключайтесь там к этому вращающемуся и получается тепло на этих самых, на сопротивлениях внешних. Да, просто мало времени, я вам хочу сказать, что все-таки физический вакуум по современным представлениям квантовой теории он обладает энергией нулевой точки, то есть физический вакуум или хотите эфир, как хотите называйте, он обладает, даже если в нем ничего нет, некой энергией, энергии нулевых колебаний еще называют эту энергию энергией нулевой точки. и вот вопрос о том. Я не об этом спросил, я спросил о БТГ-генераторах, которые вот работали и подбили. БТГ-генераторы, все БТГ-генераторы используют энергию нулевой точки, что это, это энергия нулевых колебаний физического вакуума, именно это речь идет о том, можно ли я про параметры имел в виду, потому что мы эти параметры, которые там вот корейцы делают, мы про них не помним, точно не знаем, может быть вы чего-то можете сравнить. Вот здесь размеры как-то известны, какие-то мощности даже назывались. Нет, но это отдельный доклад, давайте, если хотите, я подготовлю. Нет, спасибо, спасибо, они сейчас несколько мегаватт установку сделали, которая дает мегаватт энергии, используя вот по их же утверждениям энергию нулевых колебаний физического вакуума. Это есть в интернете, можете посмотреть, я могу вам привезти эти данные. То есть, это уже как бы на повестке дня, и мы, может быть, через некоторое время будем у них покупать, но что делать? Нам не дают, значит, вот оттуда у нас есть газ, нам это все ни к чему. Мы будем по своим путям. Самое главное, что вот я хочу поддержать докладчика, что можно за счет внутренних сил изменять положение центра массы, двигаться, и вот то, что утверждается, что это все-таки связано с энергией эфира, так вот, энергия эфира, она существует в традиционной квантовой механике, и это есть энергия нулевой точки. И вообще, я хочу сказать, что вращение современной ортодоксальной науки описывается, ну, так скажем, несовершенным образом. Есть нечто, что современное описание вращательного движения вообще содержит некие неучеты, неточности и так далее. То есть, не так надо описывать, как сейчас мы это описываем. Отсюда вот получается как бы непонимание того, что мы знаем о вращательном движении и наблюдаем экспериментами. Это очень серьезная наука. Везде, где участвует вращение, мы наблюдаем аномальные эффекты. Вот это надо всем обратить на это внимание. Где есть что-то вращающееся, там обязательно что-то встретится такое, чего мы не можем объяснить в рамках традиционной науки. Значит, нам нужно как-то двигаться в этом направлении вперед. Спасибо, Геннадий Иванович. пожалуйста. Михаил Стридин, пожалуйста, ваше последнее будет у нас. Да, спасибо. Я тут несколько сбегов пришел, успокоился. Спасибо за доклад, очень интересный, Сергей Михайлович. Со многими выступающими согласен. Явно видно, что здесь разговор идет о резонансе, поскольку размер вот этих вот всех частей механической этой системы очень, так скажем, деликатно относится к допускам. Вот, но несколько таких моментов хотелось сказать, что как бы я ничего не имею против эфира, это все замечательная теория, но я думаю, что здесь наверняка можно попытаться объяснить проще. Вот Дама выступила насчет спиновых токов, это на мой взгляд очень интересное направление здесь мысли. Здесь же система очень неравновесная, поэтому понятие температуры здесь, так скажем, нетрадиционная, скажем так, то есть здесь нету между степенями свободы, скажем так, как в равновесной системе, равенства, как мы знаем, по одной, второй КТ. Вот, и поэтому здесь наверняка, поэтому и диффузии как бы нету, здесь на всем, так скажем, пространстве этого резонатора наблюдается одновременный переход с одной степени свободы на другую, и по всей видимости вот эти спиновые токи, они забирают как раз условно говоря поступательное движение, и соответственно падение температуры наблюдаются. И соответственно вот эта вот граница возможно жесткая, которая опять же вот о чем говорил Сергей Михайлович, возможно именно она и связана с тем, что резонатор определяется вот именно таким размером, то есть она как бы здесь, поскольку система с обратной связью, то собственно размеры резонатора, они и возникают из самого резонанса, как бы говоря. Вот, и как бы вот это вот такие комментарии, и хотелось задать вопрос, поскольку был бегать, сложно было остановиться и спросить, а как изначально появились размеры роликов, то есть они интуитивно, что ли, поскольку как-то уже резонанс попали, они возникли, или из каких-то предыдущих опять же соображений у предыдущих интуитивно возникли, никаких соображений не было. Единственное, что было одно, что количество обкатываний ролика вокруг центрального магнита должно быть целое число. Михаил, это у нас сейчас время выступления, а не вопросов. Пожалуйста, продолжайте. Да, я извиняюсь. Ну и собственно второй тоже в общем-то удивительно, что вот вы даже показываете китайцы, они не пытаются какую-то секретность внести на эти исследования. Михаил, мы эти темы сейчас не обсуждаем, давайте по науке. Если нет больше комментариев, то спасибо. Да, последний комментарий может быть еще такой, я не знаю, знакомы ли присутствующие насчет работ, много, множество работ, по формированию массы, ну и в том числе вот Резданов Геннадий, он в своих работах показывал, что масса в основном формируется электромагнитным образом, то есть в общем-то здесь поскольку идет активная выработка электромагнитной энергии, то собственно изменение массы вполне возможно и инертной, и градиционной. Спасибо. Спасибо Михаилу. Ну вот Оршаров Евгений Михайлович он как-то в последнюю секунду какую-то там руку поднял, давайте вот это последнее будет у нас, полтора часа уже обсуждаем, друзья. Я быстро начат, Сергей Михайлович, как я понимаю, у вас вращающиеся ролики в одну сторону и там получается сталкивание магнитных потоков самих роликов. Значит в этой ситуации могут возникать довольно опасные для здоровья моменты, связанные с такими вихревыми делами. что бы я вам посоветовал, это значит вы прекрасно можете сделать мой измеритель, который я сделал для эфирных полей и я сто процентов вам говорю, что вы там увидите много интересного. То есть даже захотите я вам значит вышлю схему с галлионийской развязкой, вы сами можете его сделать, тем более в Китае. Спасибо, Евгений Михайлович, ну это наверное неплохое предложение особенно с учетом того, что за здоровьем Сергею там надо бы следить, это мощнейшая машина, конечно за здоровьем надо следить. Спасибо Евгению Михайловичу, он конечно сделает эту штуку, это для него тривиально будет. И давайте друзья, я несколько слов скажу, смотрите, во-первых, во-первых, это магнитные поля, скорее всего они являются как известно это дипольные поля, они так сказать дипольный характер имеют магнитные поля, поэтому я бы посоветовал Сергею Михайловичу, вот смотрите, если есть стенки магнитные, вот я же не зря спросил, куда вектор магнитного поля направлен в этих стенках, но там следующий вопрос, в соседней стенке в то же направлению направлен вектор магнитного поля или в противоположную, скорее всего в ту, это означает, что где-то, поскольку это дипольная система, то где-то эти все магнитные поля, если они где-то сомкнутся там на 25 этаже, то они должны потом пойти вниз и пройти через какой-то центр Сергей, твоего этого устройства. я бы рекомендовал вот в этой в оси твоего вот этого устройства расположить, как-то ухитриться, там может быть просверлить что-то такое, датчик вставить магнитный, потому что замыкается, это уже там металлическое у тебя все, вот, и посмотреть, какое там будет магнитное поле, оно должно быть там огромным, потому что вот эти все поля окружающие, они все должны собраться, тут все говорили про волны какие-то, да, есть еще одна форма существования магнитных полей, это вот волновая, но здесь скорее всего какая-то статическая магнитное поле, вот оно скорее всего вот такое, как я говорил, оно где-то должно через центральную ось замкнуться, и там надо попробовать это поймать, это первое соображение. Второе соображение, я бы рекомендовал Сергею Михайловичу попробовать посмотреть зависимость работы его устройства от влажности в его комнатах, так вот в лабораториях, и сознательно ее значительно увеличивать, или может быть значительно уменьшать, ну например уменьшать это можно захолаживать, а увеличивать это ну там увлажнители разнообразные, вот посмотреть как на это как это будет все влиять, на мой взгляд влияние должно быть, вот это второй совет, ну и третье, ну некое уже теоретическое соображение, значит вот здесь Геннадий Иванович Шипов об этом уже говорил, я просто напомню, что в свое время Баранов и Зателепин поправили Исаака Ньютона, и сказали, что второй закон Ньютона неверен, вернее он верен, но он не полон, и нужно добавить еще одну строчку ко второму закону, из которой следует, что если вы разгоняетесь, например, в линейном движении, то вы обязательно будете раскручиваться, и наоборот, если вы раскручиваетесь в вращательном движении, то вы обязательно будете разгоняться, но у Сергея Михайловича подчеркиваю, что мы говорили о том, что если есть изменение угловой скорости, то есть и изменение продольной скорости, и наоборот, Вот если есть изменение продольной, то будет изменение угловой. То есть ускорения будут взаимно дополнять. У Сергея Михайловича, на первый взгляд, вроде бы стационарные вращения без особых ускорений. Но если повнимательнее поизучать, как двигаются ролики, у него такая аппаратура там шикарная. Я думаю, что если он заснимет движение роликов сверху, заснять кино, заснять, как они двигаются, траектории роликов, то они будут двигаться не по кругу, как мне кажется, они будут двигаться по такой осциллирующей. Она в целом-то по кругу будет, но по осциллирующей такой кривой будут эти ролики двигаться, где, двигаясь по одной части этой осциллирующей кривой и по второй, возвращаясь назад на некую среднюю линию вокруг этого центра, центральной оси, эти ролики будут ускоряться. И вот эти ускорения будут приводить к изменению вертикальной составляющей веса. То есть вот эта вертикальная какая-то сила. Ну вот такие соображения. И я еще раз поддерживаю Овшарова. Эта машина мощнейшее излучение, неизвестного излучения какого-то, который мы не знаем. Сергей, там нужно в этой комнате находиться во время эксперимента просто категорически нельзя. Вот у тебя там твои накопители не работают. Сергей, подумай, по какой причине они не работают. Может быть, вот по этой, о которой мы сейчас обсуждаем. Друзья, я науку закончил. Я сейчас дам слово Сергею Михайловичу. Да, Сереж, ты сейчас ответь, а потом я еще некие объявления дам. Сергею Михайловичу заключительное замечание. Да, я, вы знаете, очень даже был удивлен реакцией публики нашей, потому что я делал доклад в Америке, и там половина зала разделилась, и кричали, а это не может быть. Другая половина кричала, что это может быть. Я смотрел и молчал, и на этот диалог смотрел. А здесь еще спасибо вам очень доброжелательно. И ценные советы, которые я старался померить и записывать в тетрадку по ходу вашего выступления. Что я вижу для себя полезного и первостепенного? Первостепенное нужно получить хороший отклик, понять, как параметры машины влияют на ее резонансные свойства. А после уже можно проделывать все остальные эксперименты, которые вы предлагали, и в том числе я планировал даже сделать маленькую вакуумную камеру и поместить магнитную систему в вакуумную камеру, потому что конструкция это позволяет сделать. Потому что ось проходит через центральную платформу, вся остальная часть свободна, и можно, в принципе, все накрыть и вакуумировать. Вот. И еще я забыл сказать, но Валерий Николаевич сейчас напомнил про силы, которые возникают продольные при раскручивании объекта. Вот у нас на роликах возникают какие-то непонятные силы, которые ломают крепление подшипников. Притом крепление подшипников сделано заведомо с запасом, но тем не менее они ломаются. И в московских экспериментах лопались керамические подшипники, которые рассчитаны были на нагрузку в пять раз больше, чем должно было быть. Вот эта природа осталась неизвестной. Вполне вероятно, что траектории роликов действительно не цилиндрические, а имеют более сложную форму. Тем более, что на первой машине в 93-м годе, которая была сделана, использовались воздушные подшипники, и ролики имели некую степень свободы. Они могли перемещаться на воздушном клине. Возможно, это нужно использовать и проследить с помощью быстродействующей камеры действительные траектории этих роликов. Спасибо большое за этот совет. Мне кажется, что он очень важен. Ну и большое спасибо всем участникам за внимание к моей скромной работе. Буду стараться. Буду стараться дальше. И доложу через некоторое время, если, конечно, обстоятельства сложатся, что у меня получилось в последующих сериях экспериментов. По поводу секретности я хотел бы ответить на вопрос. С китайцами у меня такая договоренность, что я сам решаю, что секретно, а что нет. Поэтому то, что я вам доложил, я не считаю, что это должно быть каким-то секретом. Спасибо еще раз. Сергей Михайлович, да, молодец. Я всем, кто у нас тут масса народу выступает, всем посоветую брать пример Сергея Година. Мы, вот наше сообщество совместное, мы можем дать в работу больше, чем ее секретность. Вот туда вложить больше, чем ее какая-то излишняя секретность. Поэтому здесь какой-то должен быть оптимум, и Сергей Михайлович этот оптимум, безусловно, использует в правильном направлении. Я присоединяюсь, действительно, работа очень и очень интересная. Я могу сказать, что было более 52, что ли, у нас посетители сегодня участвовали. 53! Даже 53, вот меня поправляют. И было, мы полтора, мы уже час, час пятьдесят минут обсуждаем. Вот, Сергей, обсуждаем. Ты пятьдесят минут выступал, а час пятьдесят минут мы обсуждаем. Это невиданная вещь. Невиданная вещь. Друзья, значит, мы научную часть закончили. Два объявления в заключении. Первое. Мы рассылали объявление о том, что осенью у нас будет онлайн и оффлайн конференции в этом году. Пожалуйста, готовьтесь потихоньку. Время еще есть. Но повнимательнее вчитайтесь в это объявление. Это первое. Второе. Следующий вебинар у нас будет через две недели. Это второе объявление. Третье объявление, друзья, через месяц, ну почти через месяц, 15 мая у нас будет круглый стол на тему, вот я его все так вот собирался с духом, будет круглый стол на тему исчезновения, я так исчезновения в кавычках напишу, исчезновения вещества в экспериментах вот с холодным синтезом и с сопутствующими экспериментами. Исчезновение вещества. Некоторые уже присылали свои заявочки, я об этом зимой говорил, но они, я прошу повторить, кто желает что-то на эту тему сказать. Круглый стол это свободный обмен, можно даже не иметь особых каких-то слайдов, а можно эти иметь слайды. Мы обмениваемся информацией и идеями по поводу странностей с веществом, которые происходят в наших экспериментах. Вот это мое последнее объявление. А что значит исчезновение вещества непонятно? А вот вы это и узнаете на этом круглом столе, Геннадий, об этом и узнаете на круглом столе. Два выступающих уже есть, это Зателепин и, пожалуйста, еще у кого-то, если есть. Ну я могу сказать, мы постоянно регистрируем, вот сегодня об этом Годин говорил, в замкнутых объемах рядом с реакторами холодного синтеза мы видим, что давление падает сильнее, чем температура. Это означает, что куда-то девается вещество, иначе это объяснить невозможно в газообразных объемах. Ну и другие еще есть различные схожие эксперименты. Это будет 15 мая, друзья, 15 мая. Вот, 15 мая. Да, ну вот, собственно, я закончил. Пожалуйста, спасибо всем огромное. Не важно делать. А вот это мы обсудим, 15 мая, обсудим. Идеи есть на эту тему. Друзья, на этом заканчиваем. Сегодня я разошлю, я надеюсь, все будет нормально, разошлю всем видео вот этого великолепного вебинара. И также разошлю вот эту великолепную презентацию Сергея Година из первых рук. Не из каких-то там интернет, а из первых рук, где мы будем понимать, что же он сделал и в 93-м году в том числе. Всем спасибо. До свидания. Хорошо. И сказать не дали. До свидания. До свидания. Там может быть не исчезновение, а структурирование просто-напросто. Евгений, Евгений, 15 мая обсудим. 15 мая. Хорошо. Друзья, до свидания. Всем здоровья. До свидания. До свидания.